Привет, с вами Гео. Мир без политики, нищеты и войн. Как? На размышления дается 30 секунд. Представьте себе далекое будущее. Человечество стало единым и навсегда избавилось от конфликтов и конкуренции. Больше нет границ и денег, потому что каждый может получить все, что хочет. Бесплатно. Все экономические решения принимает искусственный интеллект, а люди просто занимаются творчеством, наукой и работают на благо других. Звучит как сказка, но именно такую картину будущего рисовал американский изобретатель и футуролог Жак Фреско. Причем он утверждал, что это не пустые мечты, и достичь такого будущего вполне реально. Для этого нужно всего лишь, чтобы все люди на земле стали применять научный метод во всех вопросах. Для популяризации своих идей 30 лет назад Фреско создал некоммерческую организацию под названием Проект Венера. И с тех пор приобрел немало сторонников по всему миру, особенно в России. Официальный англоязычный канал проекта насчитывает меньше 130 тысяч подписчиков, а на российский подписано 650 тысяч. И это неудивительно. Ведь логическая цепочка, которую они предлагают, и правда звучит красиво. Если мы везде применяем научный метод, то получаем общество всеобщего благополучия. Прогресс, гуманизм, счастье для всех, и пусть никто не уйдет обиженным. С нашим советским прошлым такие идеи попали на благоприятную почву. Так что давайте посмотрим, кем был Жак Фреско, как рождалась его теория о глобальной перестройке общества и насколько она вообще жизнеспособна. Только один момент. Вы знаете, кто такой футуролог? Это что-то среднее между философом, социологом и фантазером. Задача футуролога входит тем или иным способом попробовать спрогнозировать будущее. В какой-то степени каждый из нас футуролог, когда мы представляем свою жизнь через 5, 10, 15 лет. Это вообще один из частых вопросов на собеседовании. Кем вы видите себя через 5 лет? И далеко не у каждого есть что ответить. Но так ведь приятно помечтать о новой профессии. Кем мы могли бы быть? Новые возможности, доход, новое качество жизни. Эх, знать бы только с чего начать. На этой мысли чаще всего мечты и заканчиваются. Но что если пойти дальше и попробовать таки узнать, как сделать выбор? И как раз Яндекс Практикум запустил новый бесплатный курс для тех, кто хочет освоить цифровую профессию, но не знает с чего начать. Его главная задача избавить вас от сомнений в выборе профессий. Ведь профессий так много и обучение на каждую специальность стоит денег. Как выбрать что-то по-настоящему ценное для себя и не пожалеть о потраченных деньгах? Есть два пути. Либо ничего не делать, либо пройти курс от Яндекс Практикума. Как выбрать профессию? Там вы узнаете о всем облаке современных IT-профессий. Веб-разработчик, аналитик данных, дата-сайентист, интернет-маркетолог и так далее. Сможете каждую профессию примерить на себя и послушать реальных специалистов, которые уже прошли курс обучения в Яндекс Практикуме, успешно трудоустроились и смогут посвятить вас во все тонкости своего направления. От банальных вещей, вроде сколько они зарабатывают, до необходимых навыков и повседневных задач. Повторю, курс полностью бесплатный. Переходите по ссылке в описании. Яндекс Практикум и не психолог. Он не поможет разобраться в себе, зато поможет понять, какая работа подойдет именно вам. А чем заниматься вам точно не стоит? Хорошее начало новой карьеры. Вот теперь точно все в путь. Ну что, поехали? Жак Фреско прожил более ста лет и умер совсем недавно, в 2017. С его смертью популярность проекта Венера пошла на спад. Но тем интереснее проследить, как так получилось, что человек, не сделавший за свою жизнь практически ничего, стал для многих интеллектуальным и моральным авторитетом. Биография Жака Фреско полна загадок. И тут 30 секунд не хватит. В сети можно встретить множество статей за и против его идей. Но вот историю жизни самого Фреско мы знаем чуть ли не только с его слов. А нет ничего более ненадежного, чем слова человека о самом себе. Фреско не политик, не актер и не ученый с мировым именем. Иначе мы бы имели кучу биографических исследований, которые позволили бы отделить факты от вымысла. К тому же он долгое время не был публичным человеком и прославился уже в глубокой старости. Поэтому исследованием его пути пока никто не занимался. Но я все же попробую восстановить хронологию событий, опираясь на различные источники и обрывки данных. Итак, Жак Фреско родился в далеком 1916 году. В России еще жив Распутин и не случилась революция. В Европе вовсю бушует Первая мировая. А в Нью-Йорке на свет появился мальчик, который решит переделать всю цивилизацию. В большинстве источников говорится, что его родители были еврейскими беженцами из Турции и Палестины. Хотя в 1961 году в одной из первых газетных статей о Фреско его называли французом. По его словам, родители хотели, чтобы он стал художником-оформителем. Но его всегда привлекала наука. Причем не наука в чистом виде, а как инструмент, который может сделать жизнь людей лучше. В 10 лет с ним произошло событие, которое я не могу назвать никак иначе, кроме как кулстория. Однажды на одном из школьных занятий юный Жак отказался давать традиционную клятву верности американскому флагу. Он заявил, что достижения человечества принадлежат не только американцам, поэтому он предпочел бы дать клятву верности планете Земля и всему живому. И якобы директора школы так сильно поразил тонкий ум мальчика, что он разрешил ему заниматься самостоятельно любыми предметами. Но через два года прогрессивный директор умер, и Жака лишили привилегий. Не знаю, как вам, но мне эта история не кажется правдоподобной. Мол, я с детства был не такой, как все. Окружающие этого не понимали, но тут пришел самый главный, который наконец-то по достоинству оценил мой ум. Звучит как клише из диснеевского мультфильма. После смерти директора, Жак понял, что школа его угнетает. И бросил ее. Чем он занимался следующие несколько лет, не совсем понятно. Сам он утверждал, что гулял рядом с соседним аэропортом, потому что увлекся самолетами. А в 13 лет Жак Фреско якобы сделал первое изобретение. Он изобрел вентилятор. Ну, то есть как? Он увидел, как кого-то из его родственников больно ударило лопастями. И придумал сделать лопасти резиновыми. Затем он предложил свою разработку нескольким компаниям, но никто не проявил к ней никакого интереса. А потом он вдруг обнаружил, что вентиляторы с резиновыми лопастями продаются везде. Естественно, решил, что его изобретение украли. Якобы это было первым его разочарованием в системе рыночных отношений. Я в эту историю тоже не верил. И к концу рассказа вы, возможно, поймете почему. Кроме таких вот историй про изобретение, в его детстве есть еще несколько примечательных случаев, на которых я хочу заострить внимание. Это знакомство Жака Фреско с Эйнштейном и Баки Фуллером. Сам Фреско об этих встречах всегда говорил вскользь, типа, ну, было и было. Но мне кажется важным разобрать именно эти заявления. С Эйнштейном Фреско познакомился так. В 1931 году, когда ему было 14-15 лет, он увидел, как знаменитый ученый выходит из театра. Он подошел к нему и попросил разрешения приехать в гости. Дома у них состоялась увлекательная беседа, откуда Фреско приводит только один эпизод. Он спросил у Эйнштейна, социалист ли он? Тот ответил, что да. Но вообще-то ему об этом лучше не говорить, чтобы его не экстрадировали в Германию. Тогда Фреско спросил, верит ли ученый в бога? Тот ответил, в какого? Ведь все боги разные. Тогда Фреско задал третий вопрос. Верит ли Эйнштейн в истину? На что Эйнштейн ответил, что ты подразумеваешь под истиной? Фреско сказал, что истина это то, что некоторые вещи происходят определенным образом. Например, вот этот металлический стол гладкий. Тогда Эйнштейн попросил его посмотреть на стол под микроскопом. И оказалось, что так стол выглядит неровным и грубым. И после этого Эйнштейн сказал, что мы не можем видеть вещи такими, какие они есть на самом деле, а только такими, каким позволяют наши органы чувств. Согласитесь, звучит поучительно. Ничего удивительного, потому что эта история и правда больше похожа на библейскую притчу, чем на случай из жизни. Никаких пруфов о знакомстве Эйнштейна с Фреско не существует. Никто не пытался проверить ее реальность. Потому что зачем уважаемому футурологу врать? А если он и врет, то что такого? Это же несущественная деталь. Но я уверен, что как раз из таких мелких эпизодов можно сложить портрет человека. Поэтому давайте все же попробуем проверить, мог ли Фреско встречаться со знаменитым Нобелевским лауреатом. По описанию история, конечно, выглядит сомнительно. Начиная с того, что ученый с мировым именем пригласил домой случайного подростка, заканчивая содержанием самого разговора. Известно, что Эйнштейн был довольно плохим лектором. А тут он выдал прям педагогические нравоучения, что было вообще в принципе не в его стиле. Но мог ли Фреско хотя бы теоретически встретить Эйнштейна? Сразу нужно сказать, что существуют две версии этого рассказа. Они отличаются деталями и подробностями. Например, в большинстве источников утверждается, что Фреско встретил Эйнштейна в 1931 году. А в документальном фильме 2006 года он говорит, что увидел Эйнштейна около театра «Рэдио Сити». И тот пригласил его к себе домой в Принстон. Вы встречались с Эйнштейном? Да. Как это случилось? Я стоял у театра «Рэдио Сити» и увидел, как из него выходит женщина. Ее седые волосы торчали во все стороны, и я сказал друзьям, она выглядит как сестра Эйнштейна. А тут вышел и сам Эйнштейн. Кажется, это и была его сестра. Но я просто пошутил насчет этого. В общем, я подошел и обратился к нему. Возможно ли встретиться с вами? Он спросил, зачем? Я ответил, у меня к вам тысячи вопросов. Он согласился и пригласил меня к себе в Принстон, Нью-Джерси. В другом рассказе есть еще одна любопытная деталь. Якобы Эйнштейн сказал, что не может признаваться в своих социалистических взглядах из-за угрозы депортации в Германию. Все это говорит о том, что Фреско никак не мог встречать Эйнштейна в 1931 году. Во-первых, в те годы никакого дома в Принстоне у Эйнштейна не было. Он поселился там только в 1933. Во-вторых, ученый мог не опасаться выражать свои социалистические взгляды, потому что не боялся экстрадиции в гитлеровскую Германию. Гитлер пришел к власти только в 1933. А в 1931 Эйнштейн купил себе дом под Берлином и не собирался никуда уезжать. Он действительно был тогда в США, но не в Принстоне или Нью-Йорке, а в Калифорнии. В течение зимы преподавал в одном из университетов. А это, чтобы вы понимали, другой конец страны. Так что тут только два вывода. Либо Фреско встретил Эйнштейна в более позднем возрасте, чем рассказывал, либо вообще выдумал эту красивую историю. Не знаю, как вы, но я больше склоняюсь ко второму варианту. Еще более удивительно выглядит его знакомство с Баки Фуллером. Фуллер один из знаменитых американских изобретателей и архитекторов 20 века. Когда я показал их директору в школе, он спросил меня, «Ты когда-нибудь слышал о Баке Фуллере?» И сказал, «Нет». «Ты хотел бы познакомиться с ним?» Я ответил, «Да, конечно». «А кто это?» «Он изобретатель, как и ты. Придумывает множество новых вещей». «Так, я повстречал Баки Фуллера. Он работал над своим автомобилем Димаксио». Директор спросил, хочет ли он познакомиться. И вот он познакомился. Где? При каких обстоятельствах? А я напомню, что по словам Фреско, он бросил школу в 12 лет. То есть где-то в 1928 году. А Фуллер начал работать над своим автомобилем с 1930-го. Но даже если бы все даты совпадали, то мне все равно трудно поверить, как известный изобретатель знакомится с маленьким мальчиком и ведет с ним интеллектуальный разговор. Правда, мировоззрение Фреско можно сравнить с мировоззрением Фуллера. Тот тоже грезил переменами в обществе и работой на благо всего человечества. Но все же не был так оторван от реальности. Поэтому многие идеи Фуллера все же были реализованы. Но вернемся к Фреско. В 14 лет, после начала Великой депрессии, он иходит из дома и отправляется путешествовать автостопом. Никакого формального образования он так и не получил. Ни школьного, ни университетского. Тяжелая пора экономического кризиса начала формировать его взгляды на общество и экономику. Он не понимал, почему могла случиться Великая депрессия. Ведь товаров в магазинах полно. Фабрики стоят. И вся проблема только в том, что у людей нет денег, чтобы все это купить. Следовательно, во всем виноваты деньги. Эти идеи привели Фреско в коммунистический кружок, откуда его вскоре выгнали после заявления, что Карл Маркс был неправ. В 18 лет он начал заниматься конструированием на профессиональном уровне. Но нигде не уточняется, что под этим подразумевается. Ну, во всяком случае, никаких сведений о его работе в этот период я не нашел. Единственное, что упоминается, так это служба в центре реабилитации незащищенных слоев населения. Там Фреско решил, что временная помощь алкоголикам и наркоманам не работает. И надо менять всю систему. Поэтому он уволился и уехал на год на острова Туамоту посреди Тихого океана. Позже он будет неоднократно вспоминать эту поездку в своих книгах и выступлениях. На этом острове не было денег. Никто ничем не обменивался. После рыбалки люди раздавали рыбу просто так. Часть вещей самого Жака аборигены попросту украли и тоже раздали всем желающим. Потому что у него их было больше, чем нужно. А когда Фреско перестал пользоваться подаренной лодкой, то ее забрали обратно. На самом деле неизвестно, что из этих рассказов происходило в реальности. Но Жак будет постоянно ссылаться на уклад жизни островитян, когда ему нужно будет пояснить какой-то аспект своей теории. Я только скажу, что к этому моменту остров Туамота вместе со всей французской Полинезией уже сто лет принадлежал Франции. И деньги там точно были. То ли до этой поездки, то ли сразу после, Фреско был сотрудником фирмы Douglas Aircraft Company. Что он там делал? Неясно. Различные источники пишут, что он тогда создал кучу изобретений для самолетов типа оборудования для крыльев, колес и тормозной системы. Но опять же, никаких пруфов у этого нет. Зато известно, что долго на этой работе Фреско не задержался. Он то ли сам уволился, то ли его уволили из-за разногласия с начальством. Потому что его разработки не принимались к производству. Правда, в таком случае не совсем понятно, как можно называть изобретениями то, что никому не пригодилось. Во время Второй мировой Фреско был призван в армию и работал инженером на авиабазе. Там он разработал крыло, толщину которого можно было регулировать в полете. Я не смог найти сведений, применялась ли разработка Фреско в реальных самолетах. Но это было во всяком случае настоящее изобретение. На него у Жака даже есть патент. Но армейская жизнь была явно не в характере Фреско, поэтому он и там не сошелся с начальством и был уволен. Жаку Фреско приписывают множество изобретений. Но знаете, сколько патентов на его имя я обнаружил? Только два. Согласитесь, очень мало для известного изобретателя. Сам Фреско по этому поводу говорил, что многие разработки запатентованы не на его имя. Но у этого нет никаких подтверждений, кроме его собственных слов. Причем я даже не говорю, что у него обязательно должны быть патенты. Хватило хотя бы даже слов каких-нибудь его старых друзей. Но нет ничего. После войны Фреско открывает себе новую страсть. Проектирование домов. Он вместе еще с несколькими инженерами получил полмиллиона долларов инвестиций от Эрла Мюнса, экстравагантного магната, который прославился необычной рекламой и производством товаров эконом-класса. По его заданию Фреско с коллегами спроектировали так называемый трендовый дом, почти целиком состоящий из алюминия и стекла. Проект был создан и три месяца выставлялся в Голливуде в студии Warner Brothers. Любой желающий мог посмотреть на дом будущего за один доллар. Все собранные деньги отправились на помощь раковым больным. А вот сам дом будущего так и остался нереализован. Правительство отказалось финансировать постройку. И проект заглох. Еще одно разочарование для Фреско. После этого провала Фреско создал собственную консалтинговую компанию в Лос-Анджелесе, которую назвал лабораторией и начал читать лекции, преподавать технический дизайн и подрабатывать в качестве внештатного научного консультанта. А еще создавал спецэффекты к нескольким голливудским фильмам. На протяжении всего срока работы лабораторий Фреско старался получить финансирование своих исследований, но безуспешно. Один из его тогдашних знакомых журналист Лионель Рольфе писал в мемуарах, что в начале 50-х вокруг Фреско собрался небольшой круг учеников, которые считали его вторым человеком после Эйнштейна. Но вот друзья и родственники этих учеников считали Фреско мошенником. Как бы то ни было, в 1955 году компания обанкротилась, здание снесли для постройки автострады, а Фреско переехал на другой конец США, в Майами. И там он внезапно решил переквалифицироваться из инженера-психолога и начал читать лекции по психологии продаж. Но содержание этих лекций и отсутствие у Фреско профессионального образования возмутило местных специалистов. И он был вынужден оставить эту затею. После очередной неудачи он вступил в местный куклу Ксклан. Но не потому, что поддерживал идеи белого превосходства, а потому, что хотел перевоспитать этих людей. Я спроецировал фото человека на киноэкран и говорю, Лу, расскажи нам про него, все что видишь. Он вечно всех описывал. Этот тугодум, а этот такой-то. Но его никто не проверял. А тут он смотрит на фото и говорит, а это американский патриот. Еще такой, похоже, это праведный христианин. Это он перекладывал собственные ценности. А когда он закончил, я убрал снизу дощечку с почты. Разыскивается ФБР за преступления против Соединенных Штатов. Поняли, да? Там был еще пример про черного парня с английским акцентом и свинью частюю. Фактически он пытался показать куклу к склановцам, что их идеи не сходятся с реальностью. И снова, неизвестно, действительно ли Фреско ходил на встречи клана. Но вот история с предубеждением людей, это как минимум сильное преувеличение. Почему я так уверенно про это говорю? Потому что Фреско явно не понимает, что такое когнитивный диссонанс и как психика старается его избежать. Он думает, что переубеждение работает очень просто. Нужно показать человеку, что его взгляды не соотносятся с реальностью. Он тут же осознает, что был неправ и изменит точку зрения на правильно. То, что это чушь, понимает любой, кто хоть раз спорил с кем-то в интернете. Но если личный опыт общения вы считаете недостаточно научным, то рекомендую ознакомиться с книгой «Когда пророчество терпит неудачу». Классическая работа по социальной психологии, которая показывает, как на самом деле люди поступают, если реальность не соответствует их взглядам. Они до последнего будут натягивать сову на глобус и отрицать даже очевидные вещи. Смена взглядов – это долгий процесс. К моменту переезда в Майами Фреско уже был дважды женат и имел двоих детей. Со своей второй женой он развелся в 1957 году. Мать забрала детей, и с отцом они виделись крайне редко. По воспоминаниям коллеги Фреско, Роксана Медоус, дочь относилась к отцу враждебно. Кто знает, может, из-за того, что он тестировал на детях свои методики воспитания. В 1961 году Фреско продолжал подрабатывать промышленным дизайнером в нескольких компаниях, а также создал собственную фирму. Утверждается, что он вместе с архитектором Пьетро Белуски работал над так называемым проектом «Сэндвич Хаос» по производству дешевых домов из алюминия. Правда, мне не удалось найти подтверждение этой информации в биографии Белуски, который, кстати, был куда более известным архитектором, чем Фреско. А если вы сами решите зайти, к примеру, в ту же самую Википедию, то эти пруфы приведут вас просто в никуда. Нет упоминания об этом сотрудничестве и в первой крупной статье о Жаке Фреско, которая была опубликована в том же году. Зато там говорилось, что первое время в Майами у Фреско вообще не было дома, и он со всей семьей жил в лодке, а к началу 60-х построил маленький домик в джунглях. Зато у него уже был подробный план города будущего. Он в деталях описывал и дизайн домов, и материалы, из которых все это будет строиться, и даже какая кнопка будет, за что отвечать. Это вообще странная особенность всех работ Фреско. Он в мельчайших подробностях описывал, как что-то должно работать, не рассказывая, почему это будет работать. Ни один футуролог никогда настолько сильно не концентрировался на деталях. Они пытаются угадать тенденции, отталкиваясь от существующей реальности, предположить направление технического и социального развития. Но Фреско прямо говорил, у людей будет обувь с мембранами, закрытые фермы с ультразвуковыми отпугивателями насекомых и кровати с автоматической заменой простыней. А еще вон у меня в сарае 100 макетов домов будущего. Пойдем покажу. Это скорее похоже на работу писателя-фантаста, чем футуролога. Но по этой статье уже отчетливо видно, что все остальные идеи Фреско появились еще тогда и дожили до наших дней практически в неизменном виде. В 1969 году в свет выходит первая книга Жака Фреско. В соавторстве с тренером личностного роста Кеном Кейсом. Небольшая работа под названием «Взгляд в будущее» описывала идеальное устройство мира 21 века глазами очевидцев. То есть это буквально художественное произведение в жанре утопия. Подробнее об этом я расскажу во второй части ролика. А пока замечу, что уже в предисловии к этой книге можно встретить предупреждение, что читать ее нужно объективно. Иначе она вам не понравится. Очень удобная отмаза. То есть если тебе понравилось, значит ты молодец. А если нет, значит сам дурак и ничего не понял. Как бы то ни было, идеи Фреско наконец-то получили первое серьезное воплощение. С 1955 по 1969 год Фреско называл свое учение проектом Американо. А с 1969 по 1994 социокибернетикой. Пока наконец в 1994 году не появилось окончательное название «Проект Венера». Но нужно понимать, что от смены названия идеи проекта не менялись никогда. Очередная минута славы у Жака Фреско случилась в 1974 году, когда его пригласил на свое шоу Ларри Кинг, самый знаменитый интервьюер Америки. Поэтому сторонники Фреско часто выделяют это событие как нечто выдающееся. Ведь кого попало, Кинг бы не стал звать на шоу. Правда, мало кто обращает внимание на дату. В 1974 году Кинг еще не был популярным ведущим и работал на местном телевидении в Майами. В программе Фреско представили как создателя новой науки, социокибернетики, изобретателя множества запатентованных предметов для рентгеновского оборудования, доктора и приписали ему еще десяток регалий. Как я уже говорил, патентов на имя Фреско существует всего два. И они не связаны с рентгеном. Да и никаких докторских степеней Фреско тоже никогда не получал. На шоу Фреско вновь предрекал скорое изменение общества. Пугал массовым голодом через 7 лет и полным уничтожением экологии через 25. Надо ли говорить, что он не угадал? Там же он рассказал, что все города будущего будут университетами. Бизнес будет отменен. Самолеты будут отменены. Каждый сможет получить все, что хочет. Потому что в социокибернетике есть план для решения всех известных проблем. И мы либо построим этот новый мир, либо уничтожим друг друга. Третьего не дано. Свой рассказ Фреско снабдил собственными рисунками и приглашением вступить в его организацию, где всего за 10 долларов можно получить буклет и возможность ходить на собрания. Эти собрания Фреско проводил прямо в своем доме в Майами. На еженедельные встречи ходило всего 12 человек. Одной из посетительниц таких лекций стала архитектор Роксана Медоуз, с которой у них вскоре завязались теплые отношения. Они начали жить вместе и Роксана поддерживала все начинания Фреско до конца его жизни. В 1980-м Фреско продает дом в Майами и покупает 22 сотки земли в сельской местности под названием Венера. Строит несколько куполообразных зданий по собственным макетам. Называет это исследовательским центром. И следующие 14 лет жизни в глуши он занимается непонятно чем. Нет информации о выступлениях, интервью или книгах. Зато, наконец, в 1994-м появляется тот самый знаменитый проект Венера. А еще через год выходит и новое сочинение Фреско. Но опять никакого всплеска и интереса к проекту не происходит. Ситуация станет немного лучше в 2002-м, когда Фреско выпустит свою знаменитую книгу. Все лучшее, что не купишь за деньги. Сама по себе она известности тоже не принесла, зато на нее обратил внимание Уильям Газецкий, режиссер-документалист. Он отправился во Флориду и снял о Фреско целый фильм, специально для которого были сделаны 3D-рендеры некоторых его рисунков. Позже Газецкий говорил, что Фреско часто не давал прямых ответов на простые вопросы. Опускался в многословные рассуждения обо всем на свете. По этой причине, для того, чтобы сделать фильм длиною в час, режиссеру пришлось провести не менее 20 интервью. Выслушав рассказы Фреско о своих удивительных изобретениях и его взглядах на будущее, Газецкий предложил ему съездить в глобальный исследовательский центр General Electric, чтобы Жак лично смог понаблюдать за некоторыми передовыми научными экспериментами. Но он отказался, потому что побоялся, что там украдут его идеи. Интересно, каким образом он представлял себе такую кражу? Ведь он сам рассказывал о своих изобретениях всем, кто только пожелает слушать, но не захотел говорить о них настоящим ученым. Тем более, что звали туда его вовсе не для этого. Кстати, некоторые ошибочно говорят, что за фильм о Жаке Фреско режиссер был номинирован на Оскар. Так вот это неправда. У Газецкий действительно была номинация, но за другую работу. А мы наконец-то подошли к тому самому главному моменту, когда Фреско стал знаменит. Мы могли видеть, что за предыдущие 90 лет он вел жизнь вполне заурядного дизайнера и мечтателя. Да, он писал книги, что-то изобретал и читал лекции. Но таких людей, как он, сотни. В его жизни не было случая, после которого он проснулся бы знаменитым. До 2008 года. А прославился Жак Фреско после того, как снялся во второй части конспирологической трилогии Питера Джозефа «Дух времени». Сейчас эти фильмы уже позабылись, но в то время они стали чуть ли не сенсацией. Можно сказать, что огромной части конспирологических историй мы обязаны именно «Духу времени». Там было и про то, что американцы сами себя взорвали 11 сентября, и про то, что все религии выдуманы, чтобы подчинять глупый народ. И про мировое правительство с федеральной резервной системой, Рокфеллером и Барухами. И даже про чипирование. И вот среди такого трэша появился Жак Фреско, чтобы рассказать, как нам сделать мир лучше. Как он туда попал? Очень просто. Фреско увидел первую часть «Духа времени». Она ему понравилась, и он отправил Джозефу свою книгу. Мне кажется, один этот факт должен был сказать о Фреско больше, чем вся его предыдущая жизнь. В общем, в «Духе времени» Фреско в своей любимой манере рассказывал, что все существующие страны порочны. Во всех бедах виноваты деньги. Конкуренция – это плохо. Потому что из-за нее никому нельзя доверять. Ну и так далее по списку. И внезапно в свои 96 лет Фреско обрел множество поклонников по всему миру. А в 2010-м у него вообще состоялось международное турне по 18 странам. Впервые о нем заговорили всерьез. Казалось бы, Фреско наконец-то можно приступать хотя бы частичной реализации своих задумок. Ему доверяют активные молодые люди, которые готовы действовать. Можно было попробовать хотя бы построить коммуну и начать жить по заветам Фреско или что-нибудь еще. Но нет. Дальше очередных повторяющих лекций и новых фильмов дело не пошло. Через три года Фреско и Джозеф разругались и перестали сотрудничать. Фреско не нравилась чрезмерная активность молодого конспиролога в неправильном, как ему казалось, направлении и отсутствии помощи проекту Венера. Он скорее человек, эмоционально выступающий против безработицы, против войн. И все это хорошо. Но этого недостаточно. А Джозеф критиковал Фреско за бездействие и то, что за 30 лет он так ничего и не сделал для прогресса. Но все же какая-никакая группа поклонников вокруг него образовалась. Причем не только среди конспирологов и борцов с системой, но и среди научпоп-движения. Видео Фреско набирали сотни тысяч просмотров на ютубе. Появлялись мемы и цитаты. Десятки туристов приезжали в Венеру, где Фреско каждую неделю проводил экскурсии. Кульминацией этого стало вручение награды Новус Саммит Эворд. От имени Жака Фреско и проекта Венера большое спасибо. Опять же, сторонники Фреско часто называют это наградой Генеральной Ассамблеи ООН и признанием на международном уровне его вклада в науку и развитие общества будущего. Но на самом деле это не совсем так. Новус — это частный форум, который проводился несколько раз при поддержке Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН. Что, конечно, тоже почетно, но далеко не так круто и вообще ничего не значит. Жак Фреско умер в 2017 году, прожив больше ста лет. Так кем был этот человек? Шарлатаном, мечтательным фантазером или выдающимся ученым, сумевшим предсказать будущее? У каждого, конечно, может быть свое мнение. Но я чем больше погружался в какие-то старые статьи, лекции, воспоминания, увидел для себя вполне определенный портрет. Жак Фреско напоминает мне типаж классического непризнанного гения, который ни на минуту не сомневался в правильности всего, что он делает, и был уверен в особой ценности своей работы. На протяжении всего изучения его биографии я натыкался на одни и те же примеры, как его изобретения не принимались к широкому производству. И как он по этому поводу переживал? В такой ситуации обычный изобретатель старается как-то доработать собственное творение или предложить его другим заказчикам, или еще как-то пытается найти выход из ситуации. Ведь в конце концов история практически не знает случаев, когда полезные новинки долгое время не находили применение в жизни. Но Фреско пошел другим путем. Если его гениальные штуки никому не нужны в реальности, тем хуже для реальности. Значит, это не он накосячил и создал хлам, а с миром вокруг что-то не так, раз он не хочет принимать его изобретения. Ведь их полезность очевидно даже дураку. И отсюда, само собой, напрашивается вывод. Зачем создавать что-то, чего этот мир не сможет оценить? Для начала нужно целиком изменить мир. Этим можно объяснить его стремление радикально переделать общество. И детальные фантазии, как его машины будут работать в новой переделанной реальности. Если вы обратите внимание на его лекции, то заметите, он ведь никогда не говорит про свои изобретения так, будто их можно применять вот прямо сейчас. Нет, даже когда он просто рассказывает про их устройство, то всегда помещает их в контекст своего выдуманного будущего. Сюда же можно отнести и страх Фреско, что его работу украдут. Кто-то может сказать, но ведь его страхи обоснованы. У него действительно крали изобретения. Но о чем речь? О вентиляторе с резиновыми лопастями? Ну, еще иногда приводят в пример разработку Фреско десятков медицинских инструментов для некоего доктора Ирвинга Фикселя. В начале 50-х, которые тот якобы обманом запатентовал на собственное имя. Вот только никаких патентов на имя Фикселя не существует. Дополняет картину критика Жаком Фреско ученых всех мастей за то, что они не могут мыслить широко. Он буквально прямым текстом заявлял, что не встречал настоящих ученых и не считает научное сообщество научным. Согласитесь, что для человека во всем превозносящего науку это, мягко говоря, сомнительное заявление. Впрочем, послушайте сами. В прошлом люди, считавшие Землю круглой, должно быть имели большие проблемы с научным сообществом. По-моему, именно научное сообщество сжигало их на кострах. Это же аргумент абсолютно любого фрика вроде гомеопата или уфолога. Так что повторюсь, мне странно, что у проекта Венера до сих пор множество сторонников среди любителей науки. Но все же нужно разделять человека и его идеи. Я без проблем могу предположить, что все рассказы Жака Фреско о себе правды. Или наоборот, что он просто придумал себе биографию и знакомство с известными людьми. Прямого отношения к его взглядам это не имеет. Поэтому давайте, наконец, посмотрим, что собой представляет проект Венера. И можно ли хотя бы теоретически представить, что нас может ждать такое будущее? Так какое же будущее готовил нам Жак Фреско? Что ж, во-первых, мир должен избавиться от денег и перейти к ресурсоориентированной экономике. Это значит, что в будущем никому не придется торговать, заниматься бизнесом или даже меняться вещами друг с другом. Но при этом каждый сможет получить все, что пожелает. Как этого добиться? Глобальной автоматизации всех производств. Еду, технику, жилье и вообще все будут производить машины. Человеку останется лишь сказать, что он хочет. И это тут же у него появится. Правда, недолго. Ни частной, ни личной собственности в мире проекта Венера не будет. Шеринг, возведенный в абсолют. От квартир до музыкальных инструментов и фотоаппаратов. Попользовался вещью, верни обратно. Таким образом, мы сможем обеспечить всех людей на Земле всем необходимым. Наши заводы станут во много раз эффективнее, потому что в решении всех вопросов мы будем полностью полагаться на научный метод. Да и вообще, научный метод будет внедрен во все сферы жизни человека. Все это полностью устранит неравенство, преступность и дефицит. Больше не будет стран и границ. Исчезнут религия, расизм, жадность и соперничество. Люди, люди будут жить в продвинутых круглых городах. Станут осознанными, перестанут конфликтовать, будут работать на благо всего общества и охранять природу. А управлять всем этим будет мудрый искусственный интеллект. В общих чертах примерно так должен выглядеть мир. Кто-то скажет, что звучит прекрасно. И я даже пойму. Но согласитесь, что сразу возникает куча вопросов. Зачем отменять деньги? Куда пропадет преступность? Чем люди будут заниматься, если не нужно работать? Как вообще такой мир может стать реальностью? Венера это по-своему удивительный проект. Я не знаю другого такого, который критиковали бы люди вообще всех взглядов. Коммунисты, анархокапиталисты, фрики, эзотерики и просто рандомные блогеры типа меня. Но при этом у Жака Фреско по-прежнему сотни тысяч сторонников. И все они считают, что Фреско молодец. Потому что пролонгировал научный метод и правильно указывал общество на его пороки. Мне не хотелось, чтобы это видео стало просто еще одной поверхностной критикой. Мне правда было интересно разобраться. В первую очередь я буду пользоваться официальным разделом сайта Венеры, где дано больше ста ответов на самые распространенные вопросы. Но это еще не все. Я написал в организацию проектирования будущего, которая непосредственно работает с проектом Венера в России. И задал несколько уточняющих вопросов напрямую им. Это чтобы меня нельзя было упрекнуть, что я чего-то там неправильно понял. Мне нужны были ответы из первых рук. Более того, свои ответы они сначала показали сегодняшнему руководителю Венеры Роксане Медоуз. И она подтвердила, что ответы соответствуют духу проекта. Так что я серьезно подготовился. А еще я решил воспользоваться советом Жака Фреско применять научный метод во всем. И пригласил в ролик экономиста и психолога, которые помогут оценить идеи проекта Венера. С научной точки зрения. Итак, начнем с самого основного. Деньги. Именно в них Фреско видел причину всех несправедливости в обществе. Вообще буквально всех. От экономического неравенства до депрессии и убийства. По его мнению, человека формирует среда. А деньги формируют плохую среду. Например, из-за них существует коррупция. А ветер, наверное, дует, потому что деревья качаются. Следовательно, если просто избавиться от денег, то жить станет лучше. Жить станет веселее. Самое первое возражение, которое приходит в голову, что деньги это всего-навсего инструмент обмена. И современные деньги это совсем не то же самое, что древнеримские монеты. Они работают иначе. Экономика устроена по-другому. А деньги все еще существуют только потому, что люди, как и две тысячи лет назад, продолжают меняться всем подряд. От вещей до услуг. Ни в каком виде не будет ни денег, ни торговли, ни бартера, ни других форм порабощения человека. Вообще, идею эксплуатации с помощью рыночного обмена и капитализма прежде всего ввел и популяризировал Карл Маркс, всем известный. И в данном случае речь шла, конечно же, о тех по-настоящему ужасных условиях, в которых находился пролетариат в Англии, который, в общем-то, был взят за основу, когда Маркс писал свои знаменитые произведения, прежде всего, «Капитал». Действительно, выглядело это таким образом, что есть жирующие фабриканты, есть рабочие, которые работают на их фабриках, по сути дела, за еду. Но если мы немножко расширим свою перспективу и во времени, и в пространстве, то все же мы увидим, что по большей части рыночный обмен не сопряжен с такими тяжелыми последствиями для какой-либо стороны обмена, все же нужно иметь в виду, что в обменные отношения люди ступают по доброй воле, по собственной воле. То есть, ну вот как можно сделать так, чтобы люди не обменивались? То есть, мы должны это запретить? Вот, кстати говоря, в Советском Союзе действительно это было запрещено, многие виды торговли, обмена были запрещены. К чему это приводило? Это приводило к тому, что люди все равно менялись. Только они это делали такими способами, которые считались незаконными. Это говорит о том, что люди нуждаются в том, чтобы меняться друг с другом чем-то. Люди всегда чем-то менялись. По сути, проект Венера сходу предлагает отказаться от базовой вещи, которая существовала на протяжении всей человеческой истории. Сильное заявление. Но раз Фреско был так уверен в собственной правоте, то, наверное, он может привести какие-то хорошие доказательства, да? Сторонники Венеры эту мысль пояснили примерно так. Если бы все деньги на свете исчезли, а плодородные земли, заводы, рабочие и другие ресурсы остались, мы все равно бы могли произвести все необходимое для удовлетворения потребностей человека. Людям нужны не деньги, а свободный доступ ко всему необходимому для жизни, не заботясь о своем финансовом состоянии и не обращаясь за помощью к правительству. В условиях изобилия, создаваемого ресурсно-ориентированной экономикой, деньги потеряют всякий смысл. Сам Фреско иногда использовал еще такую аналогию. Представьте себе, что вы попали на остров с мешком денег. Но разве они вам там понадобятся? Нет. Потому что деньги не смогут добыть вам воду, пропитание и крышу над головой. С этой аналогией не так, прежде всего, то, что мы живем в обществе. Если мы возьмем Робинзона Круза, ну, по крайней мере, до того, как он встретил Пятницу, то все свои потребности он удовлетворял самостоятельно. То есть, если ему нужно что-то сделать, он это делал собственными руками. То есть, ему не нужно было взаимодействовать с другими людьми. А если мы возьмем общество, в котором мы живем сегодня, то это общество построено на разделении труда. Это значит, что практически все, что у нас есть, все то, что удовлетворяет наши потребности, сделано другими людьми, что бы мы ни взяли. Там, еду, телефоны, машины, жилища, одежду. Все это сделано не мной. Это все сделал кто-то другой. Это сделали другие и дали мне в обмен на то, что я дал им, так скажем. Не совсем даже им. То есть, в условиях разделения труда, каждый выполняет какую-то маленькую функцию в рамках создания вот этого большого пирога. Эта функция дальше, она может быть более или менее важна. И в свою очередь, в зависимости от важности этой функции, от важности того вклада, который каждый делает, он и получает какую-то часть этого пирога. Вот в этом заключается принципиальная разница. Но мы можем чисто гипотетически вообразить такое общество, где, ну, допустим, там у нас несколько миллионов населения, но все эти несколько миллионов живут, как Робинзон и Крузо. Никак друг с другом не взаимодействуя, не создавая никакого разделения труда, где вот каждый построил какое-то жилище, там палатку, не знаю, шалаш какой-то из веток, каждый здесь же какой-то огород разбил, что-то еще, вот и у каждого такое хозяйство. И при этом никакого взаимодействия. Мы можем представить себе такое общество, в таком обществе действительно деньги будут не нужны, но и жизнь будет соответствующая. На это всегда можно отмахнуться, что мы просто мыслим в современных категориях, а люди в условиях полного изобилия будут думать совершенно иначе. Но возможно ли такое общество, хотя бы в теории, можно ли представить себе мир, в котором люди не будут ничем меняться, потому что у них все будет? Ну, в какой-то степени можно, действительно прогресс ведет к тому, что и он уже привел в развитых странах к тому, что как раз все необходимое людям, в общем-то, уже доступно. Даже вот при тех условиях, в которых мы живем сейчас, при том развитии капитализма, который мы наблюдаем, по крайней мере, в богатых странах, в общем-то, необходимое людям и так доступно. У людей есть по большей части жилье, люди не умирают от голода, люди одеты. И те же самые стиральные машины и прочая техника обычно у людей, даже малозарабатывающих, тоже есть. В общем-то, эти проблемы так или иначе решены. Другое дело, что как это связано с обменом, в данном случае утверждается, что если у всех все есть, то значит и не надо меняться. Но ведь на самом деле люди вступают в обменные отношения не только и даже теперь уже не столько, потому что им нужно удовлетворить какие-то базовые потребности, а потому что людям еще что-то нужно, помимо этих базовых потребностей. Человек нуждается не только в том, чтобы просто выжить, а человек хочет еще повышать качество своей жизни. А качество жизни людей в значительной степени зависит от того, каков их статус в обществе, то есть каковы их отношения с другими людьми. То есть человек делает вклад в то или иное дело, в тот или иной проект, даже вот проект такого плана, в котором мы сейчас в данный момент участвуем. И все равно люди разные, и сами вклады эти будут разные. И эти вклады так или иначе оцениваются. Они могут оцениваться в деньгах, но если мы запретим деньги, то все равно это как-то будет оцениваться. У людей складывается репутация в зависимости от того, что они делают и какой они вклад делают в общее благо. Как бы мы его не рассматривали и в чем бы мы его не измеряли. Поскольку человек склонен так или иначе все обозначать и все измерять, то и репутация обычно не остается без того или иного мерила. Деньги являются просто одним из способов измерить вклад человека в создание общего пирога. Если мы их запретим, будет что-то другое, будут какие-то должности или как в наше время, допустим, про должности я прежде всего говорю применительно к плановой экономике, которая у нас была в советское время. Или это могут быть подписчики в соцсетях, как это вот сейчас актуально. Это может быть все, что угодно. Или там как в черном зеркале это та или иная мера, так сказать, вообще благонадежности человека, такой глобальной благонадежности или глобальной оценки его всеми. Все равно, так или иначе, то, насколько человек хорош с точки зрения всех остальных, всегда будет важно для человека, это всегда будет измеряться, а сами эти оценки, в свою очередь, в той степени, в которой они отчуждаемы, могут становиться объектом обмена. Получается, что ресурсоориентированная экономика спотыкается в самом начале. Чтобы деньги действительно исчезли, мир должны населять какие-то другие люди. В смысле, не вот эти вот мешки костей с эмоциями, желаниями и потребностями, а возвышенные, благородные и бескорыстные ангелы. Но представьте себе, Фреско в этом никакой проблемы не видел. Он буквально так и говорил, что люди будущего будут другими людьми, без всех наших недостатков. Почему? Потому что человека формирует среда. Все обуславливает среда, в которой живет человек. Таким образом, человек не сам для себя выбирает, будут ли у него конструктивное поведение, полезное поведение или полезные ценности. Все ваши убеждения формируются средой, книгами, которые вы читаете, фильмами, которые вы смотрите, вашими кумирами. По этой причине человек не несет, я подчеркиваю, не несет ответственности за формирование своих взглядов. Это достаточно старая идея. В начале 20 века была крайне популярна. Скиннер, важная фигура в поведенческой психологии, ее популяризировал. Какое-то время в Советском Союзе ее пропагандировали. Было такое вот очень важное для пропаганды представление, что если мы сейчас создадим правильную среду, будем транслировать только правильные идеи, то у нас все вырастут правильными людьми. Естественно, это так не работает. Фреско не прав со старта. Уже с того момента, когда он говорит о том, что человека не формирует генетика, он как бы все последующее не верно. Потому что человека, безусловно, формирует генетика, и любая среда, она не одинакова для разных людей. То есть надо понимать, что для человека, для психики человека, его собственное тело тоже является частью внешней среды. В психику сигналы от тела попадают так же, как сигналы от внешнего мира. И когда тело разное, тело устроено на основании разных инструкций, разной генетики, соответственно, разная чувствительность к разным стимулам, разный уровень актуальности разных потребностей, разная толерантность к различным формам страдания, получается, что сигнал, который воспринимает психика, получается разный. Вам говорят, что Бетховен был великим музыкантом. Если бы Бетховена или Баха сбросили парашютом в деревню амазонских дикарей-головорезов, когда он был младенцем, который ничего не знает, и вы бы встретили его спустя 30 лет и спросили, чем ты занимаешься? Я головорез. Но он бы не написал ни одной симфонии. Это вы понимаете? Далее, даже если бы мы каким-то образом смогли это проконтролировать, среда всего лишь культивирует и развивает те возможности, которые у человека уже есть. Понятие способностей психология тоже разрабатывает изрядное количество времени. И да, безусловно, если бы Бетховен родился среди диких людей какой-нибудь Амазонии, он бы не стал композитором, потому что там нет такой опции, так же, как сейчас не рождаются великие лучники или стеклодувы. Но среднестатистические жители Амазонии родившись в семье Бетховена, все равно не стал бы композитором. То есть для того, чтобы стать Бетховеном, нужно быть Бетховеном, нужно иметь к этому очень много специфических предрасположенностей, способностей, которые тоже обусловлены генетически, обусловлены пренатальным развитием, обусловлены неонатальным развитием, обусловлены даже процессами родов. Эта идея понятна, откуда она взялась, и во времена детства Фреско, она была актуальна, она была даже научна на тот момент, но на сегодняшний день психология ее полностью беспощадно отвергла. Вот так мы сразу же попали в замкнутый круг из двух ошибочных предположений Фреско. Чтобы экономика проекта Венера работала, люди должны перестать быть людьми. Но это невозможно. Следовательно, такой мир не получится построить даже в теории. Все, можно расходиться, но так как Фреско в свое время не остановился и продолжил громоздить воздушные замки, то основываясь на заведомых ошибках, успел понаделать кучу выводов, с которыми я тоже предлагаю разобраться. Но сперва давайте сделаем небольшое лирическое отступление. В процессе общения со сторонниками Фреско я заметил еще один интересный момент. Меня несколько раз упрекнули, что я только критикую и ничего не предлагаю взамен. Люди болеют, голодают, теряют работу, повсеместная автоматизация ухудшает жизнь общества. Богатые жируют за счет бедных, кругом предрассудки, фанатизм и несправедливость. Как можно решить эти проблемы, если не с помощью проекта Венера? Вот что на это ответить? Естественно, мир несовершенен, в нем куча проблем, с которыми нужно бороться. Но все же меня не покидало ощущение, будто сторонники Венеры критикуют Жак Фреско много раз повторял, что внедрение автоматизации на производствах это путь к нищете. Допустим, есть у нас завод консервов, на котором работают тысячи рабочих. Вдруг владелец решает заменить 90% рабочих на роботов, которые крутят консервы быстрее, лучше и дешевле. Это значит, что люди теряют работу, теряют доход и скатываются в бедность. Очевидно же, так почему в таком случае при повальной автоматизации всех современных производств мы живем лучше, чем в каком-нибудь 12 веке, когда весь труд был ручным. Даже во времена промышленного переворота, когда действительно люди массово беднели, потому что ремесленники предположим оказывались не у дел, потому что теперь ту же продукцию гораздо легче было произвести на фабрике и они превращались в пролетариат. Но в чем смысл всего этого с точки зрения общества? Когда мы заменяем человека машины, мы заменяем только тогда, когда машина выполняет его работу быстрее или лучше. И что в конечном счете? В масштабах всего общества производительность растет. А что значит рост производительности? Это значит, что из вот этих ограниченных ресурсов, которые мы имеем на планете, мы выжимаем большее количество благ, которые потом мы потребляем. То есть в этом смысле общество становится богаче. И даже если мы возьмем времена промышленного переворота, то мы увидим, что даже в то время постоянно рос душевой доход. Душевой доход, доход на душу населения. И даже при том, что тогда, кстати, само население быстро росло. Это значит, что экономический рост был еще быстрее, чем рост населения в то время. и тем более это относится к нашим временам. То есть любая автоматизация, чего бы это ни касалось, предполагает, что мы просто заменяем людей там, где вот это роботы, алгоритмы, как бы мы это ни назвали, выполнят эту работу лучше. Соответственно, мы освобождаем людей от этой работы для того, чтобы они могли заняться той работой, которой они выполняют лучше любых алгоритмов, любых роботов. Это значит, что просто у нас высвобождается ресурс для того, чтобы делать что-то другое. Просто. Ну, не знаю, возьмем простой пример. Вот, кстати, в Америке как раз вот есть статистика, которая показывает, как перераспределялись люди на рынке труда благодаря автоматизации. Там интересно, допустим, просела достаточно сильно середина рынка труда благодаря автоматизации. В том смысле, что там занятости и зарплата сократилась. Но вот по краям рынка наоборот наблюдается рост. То есть я под краями имею в виду рынок труда в смысле некой иерархии с точки зрения квалификации. И, например, внизу иерархии обычно было принято располагать там прихмахеров, массажистов, официантов, ну вот людей таких профессий. Элиту представляет там научно-техническая мысль, те, кто внедряет опять же алгоритмы, программисты, ну и прочее. То есть только те, кто создают новый продукт или новые технологии. А в середине это квалифицированные рабочие и инженеры. Так вот, вот эта середина просела. Но дальше-то что произошло? Середина просела, но при этом, если мы возьмем общество в целом, то оно стало зарабатывать больше. Доход душевой в течение этого же самого времени вырос. и что это означает? Это означает, что просто-напросто вот эти традиционные рабочие стали не настолько нужны, я бы не сказал, что вообще не нужны, они стали не так актуальны, как прежде. Но что это означает? У общества появляется шанс разбогатеть за счет того, что теперь эту работу мы передаем тому, кто ее сделает быстрее, лучше, дешевле и так далее, выгоднее для общества, а вот этот труд, который теперь свободен, у него появляется возможность переквалифицироваться. Нет, понятно, что человек, который, предположим, там 40 лет отработал на заводе, просто не хочет этого. То есть можно понять людей, но с точки зрения экономики смысл здесь просто. Здесь смысл заключается в том, что просто-напросто в конечном счете мы создаем тенденцию к тому, чтобы люди переквалифицировались и переходили в другие сектора. И те же самые вчерашние рабочие превращаются, предположим, в официантов и массажистов, которые теперь оказываются нужнее, чем эти рабочие. Либо же наоборот, они переквалифицируются в программистов, которые тоже нужнее, чем эти рабочие. Но Жак Фреско раз за разом упорно повторял эту мысль. Конечно, технологии ухудшают нашу жизнь. Посмотрите, например, на массу безработных конюхов, трубочистов и операторов паровых машин. Это настолько очевидная неправда, что непонятно, как за столько лет ему никто этого не сказал. Но есть в его рассуждениях и менее очевидные моменты. Например, Фреско ругал технологии не как таковые, а только в капиталистическом обществе, потому что пока есть деньги, бизнес будет искать, где бы заработать. Он не думает о благе людей, не думает о защите окружающей среды, а думает как бы получить побольше прибыли. способ понять, служишь ли ты людям или нет. Давайте возьмем какой-нибудь такой пример. Допустим, какой-нибудь человек решил помогать людям. Представим себе банальный пример. Кто-нибудь решил, давай я сейчас буду таким добрым и буду помогать людям. Пойду я дома приготовлю кастрюлю щей, выйду с этой кастрюли щей на улицу, в миску налью, в миске разолью эти щи и буду всем прохожим предлагать вот эти щи. Причем еще так настойчиво предлагать. Ну ты поешь щей-то, поешь. Вот этим прохожим проходящим надо будет это. Так вот, это хорошо иллюстрирует то, как действует плановая экономика, которая помогала людям в кавычках, но вот таким способом, то есть производя какую-нибудь продукцию, которая потом просто лежала на рынке, на прилавках магазинов. И наоборот не производя то, что давным-давно в чем на что есть спрос, людям это надо, а это не производится. То есть фактически антикапиталистическая ментальность породила систему, при которой за нас кто-то решает, что нам надо, а что не надо. То есть есть некий плановый орган, он за меня решил. Вот например собрание сочинений Ленина, это нужно тебе, ты будешь читать эти книги, а вот три мушкетера ты не будешь читать. Но если судить по тому, что какие книги можно было найти, а какие нельзя было найти в книжных магазинах в советское время, это же за этим стоят решения плановых органов о том, как будут работать издательства. Это просто как пример. Капитализм в этом смысле основан на здравом смысле, он предполагает, что мы делаем то, что людям надо, то, где люди показали, что они хотят этого, причем хотят определенный по определенной цене. То есть мы там производим бутылку воды и человеку эта вода нужна, но при этом цена этой бутылки, если, например, мы там может быть какую-нибудь супер воду найдем где-нибудь, какая-нибудь очень-очень полезная и так далее, но она например будет стоить тысячу рублей бутылка, можно предположить, что этот бизнес будет убыточным, то есть здесь не будет прибыли. Не потому, что вода это в принципе не нужна, но она не нужна по такой цене. То есть та польза, которую приносит эта вода, меньше, чем та цена, которая требуется от людей, чтобы эту воду попить сравнительно с водой, которая доступна по куда более низкой цене. То есть прибыль просто показывает, смогли ли мы удовлетворить потребность, причем удовлетворить так, чтобы люди нашли это для себя целесообразным вообще, ну, удовлетворить эту потребность с нашей помощью. Опять же, чтобы понять, как все работает, не нужно быть кандидатом экономических наук. Достаточно самых базовых представлений. Но это не означает, что капитализм работает идеально, что никто не пытается слить токсичные отходы в реку или продать испорченный товар. Но если вы подумаете, то поймете, что в нашем мире это не считается нормой. Один бизнесмен не похвалит другого за то, что тот обманул больше клиентов, чем он. Если только речь не про инфобизнесменов, рынок не зря ограничен кучей правил, которые делают так, чтобы нам было сложнее продать подделку, навредить людям или природе. Кроме того, жизнь людей не ограничивается только поиском прибыли. Например, Билл Гейтс отдал много миллионов на благотворительность. Хотя, если бы мы жили в том мире, в котором мы живем по представлениям Жака Фреско, он бы так не поступал. Потому что какой бизнесмен в здравом уме будет делать то, что не принесет денег? Правда? Именно поэтому Фреско постоянно критиковал предпринимателей за жадность и подлость. Но никогда не говорил, кто является главным меценатами благотворительных фондов. Потому что это не укладывается в его картину мира. Неправы сторонники Венеры и тогда, когда пытаются представить экономику как некую игру с нулевой суммой. То есть систему, в которой одни обязательно богатеют за счет того, что другие беднее. Мы совершаем покупки, потому что мы сами этого хотим. То есть мы сами решили так сделать. То же самое касается и магазина. Опять же, магазин никто не заставляет торговать, никто не заставляет людей создавать этот бизнес. То есть если магазин это продает, значит он получает прибыль. Прибыль сама отражает выгоду, которую получает магазин. В свою очередь, человек, если он платит, например, он покупает буханку хлеба и платит за эту буханку 40 рублей, как правило, само решение купить эту вещь предполагает, что польза, получаемая от буханки хлеба, оценивается этим человеком выше, чем 40 рублей. Соответственно, вот эта разница, это есть чистый выигрыш, который получает покупатель, идя в магазин. Точно так же, как и прибыль, который получает магазин, когда он там покупает у фермера по одной цене и продает по другой. Это его выгоды, в свою очередь. Вот эти две выгоды предполагают, что обе стороны выигрывают, когда они заключают сделки. И, в общем-то, в подавляющем большинстве случаев, когда мы говорим о сделках при капитализме, они имеют такой характер. Прежде всего, по той простой причине, что в данном случае всегда реализуются свободные решения людей. Это к вопросу об игре с нулевой суммой. Это игра с положительной суммой. Еще одним важным пунктом во взглядах Фреско на экономику является вера в так называемое запланированное устаревание. То есть, когда производитель специально делает товар ненадежным, чтобы он побыстрее ломался. И человек был вынужден купить новый. А вот в мире проекта Венера все вещи будут делаться с самого высокого качества, которые будет сложно сломать даже специально. И каждый, кто живет там не первый год, скажем так, в этой жизни, вполне это может наблюдать даже по тем вещам, которыми мы пользуемся. То есть, там, Мерседесы, произведенные в 70-е годы, некоторые используют чуть ли не до сих пор. А если мы Мерседес купим сегодня или там 10 лет назад, то он служит гораздо меньше. То же самое касается там других товаров. Опять же, материал, из которого изготовляются вещи, опять же, меняется. Раньше, что многие вещи изготовлялись из очень прочных, очень надежных материалов. Какую-нибудь сковородку мы можем взять, которая там еще дореволюционная, там, чугунная, добротная сковородка. Ее можно по-прежнему прекрасно использовать. А сейчас, там, какая-нибудь тефлоновая, мы ее купили и через год мы ее уже выбросили, потому что она вся облупилась и ни на что не годна. То есть, это вот то, что мы наблюдаем, то, что вполне подтверждает как раз эту тенденцию. Насчет того, что производителям выгодно так поступать, ну, наверное, да, пожалуй, выгодно, потому что, конечно, они стимулируют таким образом спрос, с одной стороны, но это такая выгода, здесь все-таки нужно балансировать, потому что краткосрочно, я бы так сказал, они действительно создают себе дополнительный спрос за счет ломающейся техники. Но это, здесь вообще-то нужно соблюдать определенный баланс, тут такая тонкая грань может быть, потому что, видите, все равно здесь мы наблюдаем конкуренцию. Представим себе, допустим, есть для простоты два производителя телефонов. И, например, один производитель вдруг стал делать свои телефоны такими, что они скоро ломаются, ведь это же дальше становится достоянием общественности. Все постепенно просто сравнивают, вот этот телефон быстрее ломается, чем этот. Все об этом узнают, в результате, вместо того, чтобы стимулировать спрос, на самом деле, он его теряет как раз. Поэтому это не такая простая вещь, вообще-то, с точки зрения маркетинга, добиться большего спроса за счет именно внесения каких-то таких элементов устройства, чтобы это устройство недолго работало. Это не такая простая вещь, хотя, конечно, в принципе, можно допустить, что производитель мог бы получить от этого выигрыш. Но и потом, здесь вообще-то нельзя сбрасывать со счетов и другую сторону этого процесса, это самих потребителей. ведь главная причина, почему люди меняют вещи в наше время, на сегодняшний день, это чаще всего не то, что вещи ломаются, а то, что люди просто хотят, чтобы у них картинка перед глазами все время менялась. Тот же самый телефон люди меняют по большей части не потому, что он сломался и перестал работать, а потому, что просто они хотят новый телефон, они хотят новые функции, опять же тот же самый прогресс, который все время создает какие-то новые возможности, связанные с использованием устройств. И, соответственно, люди уже не хотят пользоваться старым телефоном, даже если этот телефон прекрасно работает. И это всеобщая тенденция, она касается практически всего, будь то одежды, бытовая техника, автомобили, даже недвижимость, чего ни коснись, практически везде люди хотят, чтобы все менялось, людям просто все надоедает. А дальше уже производители улавливают этот момент. Опять же, они видят, что вот таково настроение потребителей, и они могут вполне рационально подходить к делу и могут так рассуждать. Какой смысл мне, например, сейчас делать Mercedes, который будет через 50 лет в исправном состоянии, если человек захочет от него избавиться уже через 5 лет? Зачем? В этом просто нет необходимости. Людям по факту просто не нужна техника, допустим, не нужна техника, которая бы служила 50 лет, то зачем ее делать такой долговечной? Если мы будем делать ее такой долговечной при таком потребителе, то это будет означать, что мы просто бессмысленно тратим ресурсы. Плюс нельзя забывать и того, что современные автомобили, телефоны, фотоаппараты и все остальное устроены намного сложнее, чем 50 лет назад. Их просто физически сложно сделать такими же надежными, как раньше. А когда будете в следующий раз думать, что какой-то там прибор специально испортили, чтобы он побыстрее сломался, то вспомните свою газовую плиту. Она как работала, так и будет работать еще десятки лет. Видимо, на плиты запланированное устаревание не распространяется. И чем больше базовых ошибок находилось в рассуждениях Фреско, тем яснее становилось, что он не понимает того, что критикуют. Фактически, он сравнивает между собой два мира, выдуманную им самим реальность и виртуальное фантастическое будущее. А так как реальность всегда отличается от фантазии в худшую сторону, то легко можно сделать вывод, что выдуманный мир лучше. Особенно, если поверить, что это не фантазия, а настоящее будущее. Вот, например, в реальности есть преступность, а в мире Венеры ее не будет. Правда, звучит здорово? Здорово. Но куда она вдруг пропадет? Я задал этот вопрос сторонникам Венеры и получил такой вот ответ. Причины подавляющего большинства преступлений кроются в среде, которая формирует поведение человека. Актуальное образование и благоприятная среда, где не нужно никого обманывать и беспокоиться о недостатке средств на пропитание, жилье и все необходимое, избавит от значительного числа преступлений, убрав их первопричины. Фреско, что достаточно удивительно для человека, который позиционирует себя как гуманиста, вычитает из уравнения людей, то есть, собственно, человеческий фактор. Большая часть ресурсов, которые необходимы человеку или в которых он заинтересован и испытывает потребность, так или иначе связаны с другими людьми. Ресурсы, которые нужны вне зависимости от людей, объективно нужны, вне зависимости от социума, от его установок, их очень мало. Еда, вода, белки, жиры, углеводы, витамины, микроэлементы. В принципе, все. Все остальное так или иначе связано с другими людьми, которые конечны и у которых, даже если мы представляем себе ситуацию там условного, далекого будущего с бесконечными материальными ресурсами, время жизни других людей все равно ограничено. И если там мне нравится какой-то человек, а я ему не нравлюсь, у нас уже появляется какой-то конфликт и из этого конфликта уже рождается почва для преступления. Если мальчику нравится девочка, а девочка не хочет отвечать ему взаимностью, у него уже появляется мотив для изнасилования, например, вне зависимости от того, какой объем материальных ресурсов ему предоставляет научно-техническое развитие. Соответственно, предположение о том, что проблема в деньгах или в недостатке материальных ресурсов, оно, ну, опять же, хорошо отражает эпоху, из которой фреско вышел, но не в малейшей степени не соответствует действительности. То есть, это очередная фантазия, которая исходит из неверного представления фреско о нашей психике. Но одной преступностью дело не ограничивается. Он заходил еще дальше и говорил, что все поведение людей формируется средой. Вот прям вообще все. Эмоции, ценности, взгляды, жадность, ревность, соперничество. Это все результат воспитания в плохой среде. Нет ни хороших, ни плохих людей, нет ни безнравственных, ни бесчестных людей, ни творческих людей, ни ленивых людей. Все это чушь. Если бы вы выросли в обществе, которое понимает человеческое поведение, у вас не было бы этих различий. Их можно заблокировать через образование. Он пришел к выводу, что именно среда изменяет поведение и обуславливает то, что мы делаем. Мы не рождаемся с предубеждениями, нетерпимостью, злостью, жадностью. Все это культивировано и воспитано в нас, нашим окружением. Все эмоции, как они возникли, почему они появляются, откуда, зачем и откуда у человека вообще эмоции, это отражение каких-то объективных событий в его жизни, эволюционно значимых. Так же, как когда у нас падает уровень глюкозы в крови, мы переживаем голод, если у нас падает температура тела, мы переживаем холод, если она повышается, мы переживаем жар, нам жарко. Точно так же, если кто-то отнимает у нас наши ресурсы, вредит нам по нашей ресурсной базе, мы злимся. Если кто-то обманывает наши ожидания, мы ожидали от него хорошего отношения, а он там нам бьется ножом в спину, это отказ в любви, мы на него обижаемся, это конкретный специфический стимул. Если мы потеряли что-то для себя важное, мы грустим, горюем, то есть эти эмоции это вообще не социальный конструкт, они есть у животных, они есть у всех приматов, они есть у собак. Это просто, ну вот, можно себе это представить, как приборную панель автомобиля, на котором зажигаются лампочки, да, там, перегрев масла, проверьте двигатель, там, скользкая дорога и так далее. Точно так же просто в психике зажигаются лампочки, границы нарушены, социальный контракт нарушен, наоборот, там, привалило внезапных ресурсов. Это просто способы обрабатывать объективные события, объективные жизни. Общество не создает эти эмоции, оно учит их специфическим образом выражать и учит, когда их выражать, а когда этого не делать, когда их лучше подавить. То есть, когда мы берем, например, шимпанзе и воспитываем его вне общества шимпанзе, он все еще испытывает все те же самые эмоции и проявляет все то же самое поведение, он все еще хочет претендовать за статус, все еще проявляет агрессию теми же способами. Другое дело, что он не знает, когда это уместно. И если мы его возвращаем обратно в стаю шимпанзе, то он может внезапно наехать на альфа-самца. Не будучи альфа-самцом и не имея оснований претендовать на его позицию. Потому что он не знает тонкостей контекста, когда это уместно делать, когда неуместно. Но сама реакция, сами эмоции, злость, обида, жадность, ревность и так далее, это абсолютно объективно выработанные, эволюционно появившиеся способы отражения объективных событий в жизни человека. И естественно, никакая культура их никуда не денет. Но давайте поговорим еще про саму среду. С одной стороны, Фреско говорил, что мы сможем построить общество изобилия, где каждый будет иметь все, что захочет. С другой, все мы понимаем, что ресурсы Земли не безграничны. Как эти два утверждения должны существовать вместе? Не совсем понятно. Ведь если каждый сможет получить все, то почему бы не заказать себе дом где-то в джунглях, с бассейном, боулингом и своей медицинской лабораторией? Многие так сделают, если им позволить. Но так как на всех коттеджей, очевидно, не хватит, то это уже вступает в противоречие с утверждением, что всем будет доступно все. Или все будет доступно только в городах, которые спланировал Фреско. Непонятно. На это у проекта Венера, по сути, нет ответа. Кроме того, что люди не будут хотеть больше, чем им нужно. Потому что не будут и все. Если кто-то скажет, что он хочет 40 комнат, то компьютер, помогающий сделать планировку, моментально спросит, сколько человек у вас в семье. Трое? Зачем вам 40 комнат? Вместо этого вам выдадут сертификат на посещение психиатрической лечебницы. С вами должно быть не все в порядке. Это, кстати, была цитата Фреско из интервью. Видимо, в мире Венеры так и будет существовать карательная психиатрия. Вопрос в том, что мы считаем необходимым. Опять же, мы все время упираемся в то, что в представлении Фреско необходимы только материальные блага. Дело в том, что статус является такой же потребностью, как потребность безопасности, уважения и изысканных блюдах. Для того, чтобы получить статус, необходимым является делать ненеобходимое. Есть исследования, есть методические разработки, показывающие, что социальный какой-то символ является тем эффективнее, чем он бессмысленнее. То есть, если человек тратит тысячу долларов на лечение, это не говорит нам о его статусе вообще ничего, потому что лечение это объективно нужная штука и потратить на нее тысячу долларов это очень осмысленно, очень правильно и это нам не говорит о том, что он богатый вообще. Если он тратит тысячу долларов на ёршик для туалета, то мы можем сказать, что он очень богатый, потому что никакого смысла тратить столько денег на эту вещь нет и мы можем сказать, что если человек позволяет себе настолько нерациональные траты, значит, ну, насколько же он ресурсный, сколько у него денег, это очень статусная вещь. Почему статусные вещи часто нагружены огромным количеством бессмысленных, казалось бы, не имеющих утилитарной практической ценности атрибутов? Почему суперстатусные яхты сотни метров и десятки, по крайней мере, уж точно, почему там дорогие ручки стоят и там часы, например, дорогие стоят какие-то ужасные миллионы, хотя в той же практически значимой точностью время показывает часы за 300 рублей вообще без проблем. Потому что если человек тратит бессмысленно деньги, с практической, с утилитарной точки зрения, это очень осмысленные действия с точки зрения демонстрации статуса, превосходства, запаса ресурсов, благополучия и так далее, и так далее. Соответственно, когда мы говорим про то, что никто не будет хотеть больше, чем ему необходимо, мы каким-то образом забываем о том, что необходимо хотеть больше, чем необходимо. Необходимо тратить бессмысленно, необходимо тратить больше, чем у тебя есть, необходимо тратить непрактично, необходимо все эти истории про римских императоров, которые жемчуг в уксусе растворяли, просто чтобы показать, насколько они богатые, просто уничтожали какие-то вещи, просто чтобы показать, что могут себе это позволить. Когда мы говорим про то, что люди не захотят, никто не захочет себе дом из 40 комнат, ну, в принципе, я здесь даже готов согласиться с Жаком Фреско по части того, что в отсутствии социальных компонентов, да, если мы берем человека изолированного в вакууме, там, условного Робинзона Круза, если бы Робинзон Круза начал себе строить мансарду на 40 комнат, ну, я бы действительно обеспокоился о его психическом здоровье. Ну, если бы у этих комнат было практическое назначение какое-то, что он там в одной изюм сушит, а в другой порох лежит, тогда еще хоть как-то. А если это 40 комнат, чтобы было 40 комнат, то действительно это было бы странно. Но в социуме это совершенно понятно, откуда это берется. Потому что, если я хочу привлечь внимание Феклы, а она сейчас привлечена к, там, Васе, у которого 30 комнат в доме, значит, мне нужно 40, чтобы у меня было больше шансов. Вполне понятно, опять же, объективно, по объективным причинам появляющаяся мотивация, появляющаяся потребность можно еще до определенной степени ее сравнить с, сопоставить с теорией Гандикапа, тоже эволюционно обоснованный, когда там хвост павлина, еще ряд признаков формируются даже вопреки естественному отбору, абсолютно непрактично, абсолютно там затрудняя жизнь их обладателю, для того, чтобы показать, насколько же я хорош, насколько же я силен, что я могу позволить себе такие непрактичные траты, насколько же у меня хорошая генетика, что я могу позволить себе с таким роскошным хвостом, с которым летать-то невозможно, выживать в этом мире ограниченных ресурсов и хищников. Поэтому, можно ли за счет изобилия создать ситуацию, в которой никто не берет больше, чем ему практически, утилитарно нужно? Можно, только если в этом обществе живет один человек. Если это последний человек на планете, да, вполне это реалистично. Если там есть хотя бы два человека, они уже начнут конкурировать за то, у кого из них длиннее мансарда. Я могу только повторить, что для человека, который превозносит науку, Фреско делает слишком много антинаучных утверждений. Самый забавный пример, который я смог найти, это его отношение к алкоголю и наркотикам. Я прямо спросил сторонников Венеры, как они в будущем будут решать эти проблемы. Ведь с точки зрения Фреско пить алкоголь это очень нерациональное поведение. Во-первых, это вредит здоровью. Во-вторых, сегодня много пахотных земель заняты виноградом, из которых делают вино. А ведь там можно посадить картошку для голодающих в Африке. Так как же быть? Пить будет запрещено? Мне ответили, что проект Венера ничего не будет запрещать, но будет информировать людей о вредности этой привычки. И вообще, принимать наркотики и выпивать это неестественно. Что-то в окружающей среде заставляет человека испытывать тягу к алкоголю. А значит, это можно исправить. Вы же не видите других животных, которые бы испытывали тягу к алкоголю? Ведь верно? Даже если человек даст животному бутылку вина, значит, можно предположить, что употребление алкоголя во многом это проявление несчастья. Неспособность найти развлечений интереснее и способ забыться, спрятаться от проблем в замутненном сознании. Все плюсы, которые дает алкоголь, могут быть достигнуты иными путями. Поэтому в мире Венеры человечество откажется от алкоголя и наркотиков. То есть ответ, по сути, заключается в том, что люди не будут пить и принимать вещества просто потому, что не будут хотеть. Это просто набор фантазий. Говорить о том, что животные не испытывают тяги к алкоголю и наркотикам, это примерно то же самое, что говорит, что животные не испытывают тяги к управлению автомобилем или заселению космоса. То, что они не могут этого делать в силу своих ограничений, не значит, что они не расположены к этому и не получают удовольствие от использования. Есть множество ситуаций экспериментальных, когда изучали воздействие алкоголя, наркотиков. Собственно, это один из основных методов изучения эффекта наркотиков, предоставления их животным, и животные с большим удовольствием наркотики употребляют. Большинство из них вполне себе формирует зависимость, особенно, если применяются высоко вызывающие зависимость вещества. Там те же самые крысы со всякими опиатами. Любимое дело для исследователей. И прекрасно они с большим удовольствием эту зависимость формируют. И даже в быту нередки ситуации, когда по тем или иным причинам случайно или целенаправленно животные получают доступ к, например, алкоголю. Например, когда каким-нибудь свиньям сбрасывают перегнившие, перебродившие уже фрукты, и таким образом они едят ферментированные фрукты, получают определенную дозу алкоголя, они вполне получают удовольствие, они пьянеют, и потом, если предоставить им выбор, с удовольствием продолжают есть перебродившие фрукты, которые дают им возможность так себя почувствовать. То есть животные испытывают эту тягу с большим удовольствием, ее реализуют. Первое предположение, как бы предпосылка, на которые они опираются, уже неверна. Далее предпосылка о том, что в мире не будет страданий, если мы предоставим людям материальные ресурсы, опять же, неверна. Пункт первый, смотри, мы уже обсудили, что один из главных ресурсов, который людям нужен, это другие люди. Общество не может их предоставить в бесконечном количестве, если мы не погружаем людей в виртуальную реальность, и не даем им взаимодействовать вместо людей с программами. И даже если, опять же, даже если человек имеет все материальные ресурсы, даже если каким-то чудом мы предоставили ему все социальные ресурсы, все, там, тот объем удовольствия, там, уважения, почета, любви, признания, подчинения, все, что он хочет получить, и даже если у нас настолько развита наука и техника, что он не болеет и не стареет, в его жизни просто происходят изменения. То есть даже позитивные изменения связаны с определенным уровнем страдания. Даже то, чего человек очень сильно хотел, все равно выводит его из зоны комфорта, потому что он оказывается в непривычной для себя обстановке. Психика просто так не устроена, чтобы жить вообще не страдая. Любые массивные изменения в жизни будут все равно сопровождаться психологическим кризисом и так или иначе формировать потребность в какой-то анестезии. В том числе в ряде случаев она может быть удовлетворена и с помощью алкоголя, наркотиков и каких-то еще веществ. Это не единственная форма анестезии, но сама потребность в анестезии не исчезнет, даже если мы предоставим все мыслимые ресурсы. Люди принимают какие-то вещества для того, чтобы улучшить свое состояние. Улучшить свое состояние можно по разным, разными способами что-то заглушить, это один из вариантов, придать себе большей там смелости. У того же алкоголя есть активирующая фаза, например, когда алкоголь используется, например, как социальная смазка, позволяет людям преодолевать те уровни тревоги и страхов, которые без алкоголя они бы не преодолели или им было бы сложнее это преодолеть. Оставляя за скобками вопрос о том, насколько это здоровый способ преодолевать свое стеснение, можно сказать, что у него есть не нулевая эффективность. То есть люди употребляют это по очень разным причинам, ни одна из них не сводится к чему-то такому, что можно было бы удовлетворить, завалив его материальными благами. То есть все эти причины и социальное, и желание преодолеть какие-то свои неуверенности, тревоги, и желание заглушить какие-то эмоции, и желание просто, например, какой-то дорогой алкоголь используют как символ обозначения значимого события, мы пьем по особому случаю, все эти потребности остаются и останутся вне зависимости от того, сколько ресурсов мы человеку предоставим. Надеюсь, эти примеры ясно показывают, что люди не пластилин, из которых можно слепить вообще что угодно. Да, у нас отличается культура, политические взгляды, представление о хорошем и плохом в том или ином пределе, но база у всех одна. Какая бы ни была среда, нельзя научить человека хотеть меньше, чем он хочет. Нельзя заставить не искать признания славы и власти. Фреско говорил, что в будущем не будет любви, вместо нее будет понимание. Люди не будут восхищаться друг другом, потому что восхищение это признак несамодостаточности. И мы должны отказаться от принципа «я это сделал, это моя заслуга, нужно служить обществу без медалей и почестей». Если вы не хотите работать ради общества, то вам с нами не по пути. Но как в таком случае Фреско представляет себе работу? Ради чего трудиться на благо общества, если взамен ты не получишь никаких преимуществ? Как раз то, что предполагали создатели коммунистической системы в нашей стране в самом начале еще ее существования. То есть предполагалось, что удастся создать нового советского человека. То есть советский, новый человек, новая формация человека, это некая новая эволюционная ступень, человека, который только думает о благе общества и который сам готов делать вклад абсолютно бескорыстно, при этом ему самому нужно только то, что ему, не то, что он захотел, а то, что ему скажут. Но опять же, чем это все закончилось, все прекрасно знают. Плановая экономика это прежде всего проблема отсутствия стимулов. То есть то, что не наблюдается, о чем нельзя собрать данные и соответственно, то есть как капиталистическая экономика стимулирует человека? Она стимулирует, давая ему вознаграждение в зависимости от того, какой он сделал вклад. В этом и есть сущность капитализма. Плановая экономика пытается от этого отказаться. Она пытается установить распределение независимо от того, что человек делает. Что мы получим? Мы получим картинку типичную для какого-нибудь советского завода, когда, допустим, есть коллектив из 10 человек, один человек работает хорошо, а все остальные в основном ничего не делают, только ходят курить да за водкой. Если нет никаких бонусов вообще, то, разумеется, никто работать не будет. Просто так не происходит ничего в жизни. Поведение в любом масштабе, хоть там поведение индивидуума в течение одной минуты, хоть поведение биологического вида в течение миллионов лет, оно определяется экономическими факторами, легко обсчитывается теорией игр, современная эволюция, антропология об этом хорошо говорит. Непонятно, откуда вообще будет рождаться идея, о том, что работа на благо общества это что-то хорошее. Потому что вот эта идея альтруизма, необходимости делиться, склонность, щедрость как благодетель, это вообще идея, выросшая из нашего реального мира, с реальной культурой, основанной на преодолении реальных дефицитов, реальных конфликтов и так далее. Если мы все эти основополагающие факторы этой культуры из-под нее вынимаем, если мы строим культуру без дефицитов, без нужды, без нищеты, без угроз, без конфликтов, откуда возьмется ценность альтруизма? Если я не живу в мире, в котором люди страдают от нищеты, умирают от голода, от нехватки лекарств, от нехватки жилого пространства и так далее, и так далее, как я приду к выводу, что нужно беспокоиться о том, чтобы у всех все было, если у всех и так все есть. Это достаточно виртуальная ситуация, потому что она немыслима в материальном мире, но даже если бы каким-то образом ее можно было создать, даже если бы мы переместили место действия в виртуальную реальность, например, все еще непонятно тогда, откуда будет эта культура, которую они берут из начала 20 века и ценностей начала 20 века, когда в мире был полный швах и только что закончилась одна мировая война, потом началась вторая, и миллионы людей голодали, миллионы людей остались без домов, без жилья, была вот эта огромная идеологическая битва между коммунизмом и капитализмом. В тех обстоятельствах эта идея понятно, как зародилась, как она будет зарождаться в головах людей, которые нужды своей жизни не знали и для которых это абстрактная концепция, совершенно непонятно. Еще одну проблему нашего мира Фреско видел в том, что им управляют люди. Все эти коррумпированные политики, которые ведут подковерные игры, ничего не знают, ничего не умеют, которые глупее любого компьютера. Из-за этих дураков наше общество так плохо устроено. Правда, при этом им каким-то образом хватает ума убеждать всех остальных, что это правильное положение дел. Я хочу, чтобы вы подошли к любому политику, которого вы знаете или не знаете и спросили его, как выращивать еду быстрее, но не истощая почву, как накормить голодных? Не знаю. Как сделать, чтобы автомобили не врезались? Не знаю. Как сделать автотрассы безопаснее? Не знаю. Они ничего не знают. Не верьте мне на слово, спросите их. Они на самом деле ни черта не знают. И я имею ввиду всех политиков по всему миру, все страны, все безнравственны до основания. Здесь все упирается в определение. Нужны ли нам политики, можем ли прожить без политики, без власти. Зависит от того, что мы понимаем под политикой и под властью. Если под властью мы понимаем более-менее довольно примитивное, но достаточно, мне кажется, сейчас понимание власти, как возможности навязать свою волю другим людям, а политику как сферу отношений, в которых эта власть распределяется, собственно говоря, то безусловно и то и другое является следствием объективных факторов. То есть проблема Фреско, я вообще не понимаю, честно говоря, почему он приобрел такую популярность, потому что это какие-то фантазии пятилетнего ребенка, который просто говорит на уровне почему правительство не напечатает больше денег. На таком уровне непонимание того, что за всеми эти вещи это не кто-то выдумал, это не какой-то злой гений или злой дурак взял, да понапридумывал всякой ерунды, всю эту политику, всю эту борьбу за власть, зачем все это надо, давайте возьмем, да и выкинем, взять все, да поделить. Это все следствие объективных процессов. Мы постоянно возвращаемся к тому, что в этой схеме не учитывается ограниченность ресурса в виде других людей, в виде того, что они могут для меня дать или не дать, соответственно, ресурсы ограничены, ограниченные ресурсы приводят к конкуренции за ними, конкуренция за них приводит к гонке за власть, гонка за власть приводит к формированию политики. Политика есть не только у людей, у тех же самых, вот, Роберт Сопольский в прекрасной книжке «Записки примата» очень хорошо описывает политические процессы у стаи павианов. Они очень похожи на человеческие, они даже не очень сильно отличаются, они даже не намного проще, чем человеческие. Там есть аналоги закулисных интриг, политических каких-то вещей, есть аналоги объединения в коалиции и союзы. Да, они скоротечные, но они тоже там есть. Если приглядеться, мы найдем это у любого социального вида, просто потому, что животные собираются в социум и начинают взаимодействовать для того, чтобы всем вместе добывать ресурсы и их распределять. Когда, пока мы живем в реальном мире, а не в фантазиях Жака Фреско, и в реальном мире взаимодействуем с ограниченными ресурсами, ограниченными возможностями, мы всегда будем за ней конкурировать, мы всегда будем заинтересованы в большей власти, мы всегда будем политиками. И не только политики-политики, да, у любого человека есть своя какая-то политическая позиция. Даже если человек называет себя аполитичным, что он под этим имеет в виду? Он под этим имеет в виду, что он не хочет участвовать в современных ему и местных для него локальных политических каких-то конкурентных видах борьбы. Но каждый человек все равно носитель определенной системы политических взглядов. У него все равно есть, он живет с ней и транслирует определенное представление о том, как должны добываться и распределяться ресурсы. У него все равно есть идеи о том, кому и зачем надо отдавать власть. То есть политика есть в каждой жизни, это просто прямое неизбежное следствие из существования конфликтов. А про базовость конфликтов в жизни мы уже поговорили. Когда Фреско говорит, что ему не нравятся политики, то имеет в виду конкретных людей с конкретными взглядами. Он отличается от них тем, что просто считает идеалом другую систему. По сути, проект Венера имеет вполне себе политическую программу. Отменить частную собственность, справедливо распределить ресурсы и так далее. Это политические требования. Как их не называй. А там, где есть распределение ресурсов, там есть власть. Просто в мире Фреско распределением ресурсов занимаются не люди, а искусственный интеллект. То есть, по сути, это та же плановая экономика, которая была в СССР, но как бы без ее недостатков. Ведь любая машина во много раз умнее человека. Следовательно, она сможет принимать лучшие решения. На этом месте Фреско всегда задают один и тот же вопрос. А кто будет программировать машину? Ведь сам собой напрашивается вывод, что реальная власть в этом обществе будет у этих программистов. Но оказалось, что ни Фреско, ни его сторонники в упор не понимают этот аргумент. Вот что мне ответили. А в чем может заключаться власть такого программиста? Приказать компьютеру доставить ему больше булочек? Зачем, если они и так доступны всем желающим, как и любые другие товары? У компьютера нет эмоций, он не преследует никаких целей, кроме тех, которые в нем запрограммированы. У него нет жажды власти и личной выгоды. Это проецирование человеческих качеств современной системы на компьютер. Более того, искусственный интеллект не будет указывать, что и как делать. Он будет инструментом помощи, чем-то вроде калькулятора. Он объективен и помогает быстрее принять лучшее решение. Но тут опять противоречие. Если компьютер не принимает решение, то решение принимают люди. И мы опять возвращаемся к политике. У кого будет власть? Дело в том, что здесь все, опять же, упирается в определение искусственного интеллекта. Если мы говорим про искусственный интеллект в его сегодняшнем понимании, то есть это просто мощная вычислительная техника, которая, по сути, не принимает решение, она просто описывает реальность, то она не может принимать решение по определению, потому что она находится по другую сторону принципа Юма. Из описания невозможно вывести оценку. То есть, допустим, эта система очень уная, очень высокопроизводительная, идеально предсказывает будущее, и она предсказывает, что вот у нас есть два варианта. И вариант А приведет к тому, что 10 человек погибнет, быстро и безболезненно. Вариант Б приведет к тому, что у тысячи человек на 10% снизится качество жизни. Система, какая бы она ни была умная, может только описать реальность, она может сказать, вот реальность устроена вот так, и если мы будем действовать так, приведет к таким результатам. Она не может сказать, что лучше, что лучше, убить 10 человек или ухудшить качество жизни тысячи человек, но сохранив жизнь каждому. Это оценка, это субъективный взгляд по определению. Власть будет у того, кто будет тем субъектом, который будет эту оценку давать. Да, что лучше? Лучше всем сделать хорошо по чуть-чуть или не всем, но очень-очень сильно хорошо? Лучше позволить кому-то умереть или лучше сохранить жизни, пусть даже ценой ухудшения качества жизни всех оставшихся в живых? Это субъективные решения, и либо мы говорим про современный искусственный интеллект, и тогда эти решения принимает программист, который закладывает их, который дает инструкцию, так же, как, например, инженеры Тесла создавали вот эти вот опросы, да, что лучше делать в той или иной ситуации конфликтной на дороге, когда вот едет машина, и вот у нас там впереди есть кто-то выбежал на дорогу, и должен автопилот заботиться о водителе или о том, кто выбежал на дорогу. Имеет ли значение тот, что выбежал ребенок, имеет ли значение, что выбежал уважаемый человек, имеет ли значение, сколько людей выбежало, имеет ли значение, сколько людей сидит в машине, вот все эти вопросы, это не те вопросы, на которые должен ответить искусственный интеллект в современном его понимании, потому что это субъективные вопросы, это не предмет объективного исследования. Объективно можно только рассчитать вероятность успеха того или иного варианта. Если же мы говорим про какую-то более продвинутую версию искусственного интеллекта, так называемый сильный искусственный интеллект, или искусственную личность, искусственную психику, и мы говорим о том, что мы по сути создаем искусственного субъекта действия, то тогда мы отдаем власть интеллекту, и у него будет та же самая власть, и как он ей будет распоряжаться, зависит от того, в чем у него будут потребности. Невозможно сейчас себе представить, какие могут быть потребности у искусственной личности, но что-то мне подсказывает, что вряд ли они на 100% будут совпадать с потребностями людей. То есть на самом деле искусственный интеллект столкнется с теми же самыми проблемами, с которыми сталкиваются и обычные политики. Ведение в уравнение бездушной машины никаким образом не решит проблему субъективных решений. Зато создает удобный способ манипуляции людьми. Ведь если машина подсказывает тебе наилучшие решения, то кто ты такой, чтобы ей перечить? Просто, как пример, Жак Фреско говорил, что современные города будут целиком утилизированы, как не представляющие ценности. Останутся только исторические застройки, как музейные экспонаты. Но каким образом машина определит, что является исторической ценностью, а что нет? С чего вдруг люди должны будут согласиться с решением машины? Просто потому, что у нее пропускная способность выше? А если людям не нужно будет соглашаться с мнением машины, то повторю, политика из мира никуда не денется. Более того, вообще ничего не мешает применять такого искусственного помощника и в нашей реальности. Не меняя политический строй. В общем, чем глубже погружаешься в рассуждение Фреско, тем больше понимаешь, насколько его представления не совпадают с реальностью. Проект Венера, по сути, это одна большая ошибка, которая считает, что она следует научному методу, но на самом деле не делает практически ни одного правильного утверждения. Причем иногда эти утверждения противоречат не только научным данным, но даже самим себе. Вот, например. Юристы в будущем будут считаться преступниками. Так же и все банкиры, все бизнесмены, и все политики. Тут абсурд начинается с первых же слов. На каком основании вдруг юристы станут преступниками? По какому закону? У вас же на Венере не будет законов, а значит, просто не будет основания кого-то называть преступником. А если будут законы, то будут и юристы. Еще одной любимой темой Фреско были круглые города. Он рисовал макеты, показывал рендеры, расписывал, где что будет находиться, как все будет устроено, и как там будет прекрасно жить. Но, как по мне, форма городов – это вообще второстепенная вещь. Это как рассказывать о рационе питания космической миссии в другую галактику, когда мы даже до соседней планеты еще не долетели. Но Фреско уверял, что все это не просто его фантазии. У него есть реальные чертежи конкретных изобретений, которые можно делать хоть прямо сейчас. Но он их никому не покажет, потому что это же настолько прорывные штуки. Все захотят их получить, а значит, тут же кто-то решит на этом заработать. Например, нельзя строить его круглые города сейчас, потому что там настолько хорошо жить, что это приведет к высокой стоимости аренды. И эти города не смогут помочь нуждающимся. А вы знаете, что еще говорил Фреско? Предположим, я владею заводом, который производит товары в 10 раз быстрее, чем ваш завод. Один и тот же продукт. Если я поделюсь с вами технологией, я потеряю конкурентное преимущество. Если я владею патентами, я лишаю людей всего мира возможности производить товары, которые улучшают жизнь. Как можно быть порядочным? То есть, с одной стороны, он обвиняет бизнесмена в том, что они не желают делиться своими разработками и помогать людям просто так. Но при этом он сам ровно то же самое делает. По его же собственным словам, мир страдает от несправедливости. И у него есть способы сделать жизнь людей лучше. Но он этого не делает. И все бы было ничего. В конце концов, это его изобретение, и он волен делать с ним что хочет. Он же сам выступал за то, что все должно быть общим. И нужно бескорыстно работать на благо людей. Такое поведение банально противоречит тому, что он проповедует. А представьте, если бы он создал лекарство от рака, и тоже его никому не показывал из страха, что кто-то заработает. Но, думаю, я знаю, почему Фреско так поступал. У него попросту не было этих секретных изобретений. Все, что у него есть, это концепты и макеты. Там просто нечего производить. Это как назвать изобретением рисунок костюма, который сможет выдержать нагрев до миллиона градусов. Без технических решений это просто рисунок. Но это так. Небольшая деталь, которая скорее что-то говорит о самом Жаке Фреско, чем о его идеях. Давайте в заключении поговорим о еще одной большой дыре во всей концепции проекта Венера. О том, что вообще непонятно, как он должен быть реализован. У Фреско не было никакого внятного плана. По сути, он просто призывал как можно большему количеству людей рассказывать о проекте Венера. И все. В разделе вопросов и ответов на сайте проекта есть указание, что переход к Венере будет возможен после того, как неизбежно случится коллапс денежной системы. Почему он случится? А все потому же из-за повсеместного внедрения технологий и повальной безработицы. Но, как мы уже знаем, это пустые мечты. Этого не случится никогда. Просто потому, что экономика так не работает. С таким успехом они могут ждать, что когда-нибудь нарушится второй закон термодинамики, и вечный двигатель наконец-то заработает. Это еще один важный момент, который отличает проект Венера от других политических идей. Если кто-то говорит, что общество должно быть устроено иначе, то это подразумевает наличие какой-то программы на пути к светлому будущему. Поэтому программы есть у либералов, коммунистов, анархистов, охранителей и так далее. Там есть как глобальные идеи, так и мелкие шаги, вроде создавать профсоюзы, ходить на митинги, принимать законы или строить коммуны. А знаете, какой план у проекта Венера? Снять фильм. Все. Нужно всем подряд рассказывать про проект и сделать кино, чтобы еще большее количество людей узнало про проект. Причем Фреско хотел снять фильм, начиная с 50-х годов, но так и не смог этого сделать. У Венеры на сайте аж целая статья с оправданиями есть. Почему кино так и не вышло? И честно говоря, вряд ли когда-нибудь выйдет. Поэтому давайте честно, мало того, что проект Венеры невозможно реализовать, так его никто и не собирается реализовывать. Он антинаучен и бессмысленен. И может существовать только как сказка. Кстати, про сказку. Жак Фреско упорно отрицал, что его проект это утопия. А утопии называют не только один известный канал на ютубе, но и изображение идеального общественного строя в прошлом, будущем или выдуманном мире. А еще, если вдруг кто не знает, утопия это название реальной книги Томаса Мора, которую он написал давным-давно, в начале 16 века. В утопии критикуется несовершенство нашего мира. Утверждается, что существующее положение вещей это заговор богатых против бедных. А затем рисуется чудесная страна, где нет частной собственности, нет преступлений, практически нет законов и войн. А мир разбит на содружество одинаковых городов. Ничего не напоминает? Да, это идеи Жака Фреско, которые один английский мыслитель высказал за 400 лет до него. Первая книга Фреско под названием «Взгляд в будущее» это вообще фанфик по утопии, где совпадают не только 80% идей, но даже структура повествования. Глобально книги отличаются только тем, что у Томаса Мора все люди будут верующими, а у Фреско — атеистами. А еще в проекте «Венера» есть роботы. Много роботов. Конечно, все это делает реалистичнее. Но давайте пойдем еще дальше и просто почитаем, какие признаки утопии принято выделять в науке. Первое. Любой утопист предполагает существование совершенно или близкого к совершенству человеческого сообщества, лишенного базового конфликта. Причем такое состояние представляется достижимым для целых наций, обществ и даже всего человечества. Подходит? Второе. Утопия, существуя в сознании ее автора, предполагает реализацию, что отличает ее от бесплодных мечтаний. Тоже подходит. Третье. Мыслитель-утопист предполагает пластичность человеческой личности, рационального и морального воспитания, а также перестройки на этих основаниях законов всего общества и государства для изменения существующего порядка вещей. Это вообще в точку. И четвертое. С социальной точки зрения утопизм предполагает улучшенную модель семьи на основе существующей системы родства, но лишенную классовых и гендерных антагонизмов. Обеспечивает равенство во всех отношениях. С точки зрения экономики утопическая модель обещает равенство, обеспечение совместных усилий на пути к общей цели и справедливость в распределении общественных благ. И это совпадает. Ну и подождите, есть последнее, пятое. Базис любой утопии обязательно включает всеобщность и перфекционизм. Они же свойственны мировидению каждого утописта. Как говорится, комментарий излишний. Проект Венера это классическая утопия по всем параметрам. Этот проект это общество безусловно является идеальным в том смысле, что только как идея может существовать. То есть в конфликте идеального и материального оно безусловно идеальное. Это же некоторая фантазия к материальной реальности не имеющей никакого отношения. Я бы точно не хотел жить в таком обществе. Вот что я могу сказать. Важно понимать, что я все время апеллирую к эволюции, но тут просто они настолько не понимают этих вещей, настолько не учитывают объективную предусторию причин функционирования современной психики и общества, что приходится постоянно к этому отсылать. Наша психика не формировалась для того, чтобы жить в условиях изобилия. В 20 веке мы видим невероятное количество депрессий, к 21 веку к ним их догоняют тревожные расстройства, расстройства пищевого поведения, self-harm, зависимости, появление целых субкультур типа хикико-море, когда люди живут оторвавшись от общества и не имея никакого желания с ним взаимодействовать. Это происходит в том числе, потому что мы живем в обществе сравнительного изобилия. Ну, то есть в условном Сенегале нету хикико-море. Вот они могут быть в Японии, их не может быть в Танзании. Если человека лишить любой необходимости работать, трудиться ради удовлетворения своих потребностей, лишить любой возможности столкнуться с нуждой, с дефицитом, это будет очень несчастный человек. Уже сейчас люди не знают, как вообще создать себе условия, в которых они почувствуют себя в противостоянии с какой-то объективной нуждой. Люди ходят в походы, люди играют в военизированные игры, устраивают какие-то там челленджи по выживанию. Наша психика так устроена, да, наша психика это психика лысой обезьяны, которая спустилась из дерева и пошла отвоевывать у пещерных медведей территорию. Это не психика животных, предназначенных для того, чтобы лежать и потреблять. Вот. Это не здоровая ситуация для нас, она будет генерировать невероятный объем экзистенциального ужаса, тревоги, ощущение бессмысленности своей жизни, ощущение незначимости своих действий, выученной беспомощности. Я бы, в общем, точно не хотел жить в мире проекта Венера. Все время, пока я делал этот разбор, я понимал, что в каком-то смысле трачу время на разбор несущественной проблемы, потому что Венера принципиально невозможна сразу по куче параметров. Даже если бы проект начали воплощать, то он рухнул бы в первый же день. Даже если бы сторонникам проекта удалось каким-то образом отменить деньги, то вместо них само собой тут же бы появился их аналог. Но история по крайней мере показывает, что такой суррогат обычно появляется. И причем далеко за примерами можно даже не ходить, когда фактически вся система обмена, ну такого вот какого-то очень примитивного, такого специфического обмена, который существовал даже при плановой экономике, даже когда она развалилась, и денежное обращение уже советское тоже испытывало большой кризис, люди стали использовать в качестве, фактически в качестве денег, например, водку. То есть можно было обменять, то есть получить много из того, что тебе нужно, просто там за бутылку или какое-то количество бутылок. Причем тут дело не в том, что люди все алкоголики, а в том, что люди постепенно понимают, ну хорошо, вот сейчас вот уже вот эти рубли, как тогда называли, деревянные, никому не нужны, потому что они обесценились, никто не доверяет вот этой валюте, а водка это твердая валюта. То есть я возьму бутылку водки в уплату за свою услугу или за какую-то вещь, не потому что мне она нужна, а потому что я знаю, что я ее в свою очередь тоже могу использовать в качестве средства платежа. Как только некая вещь принимается как средство платежа, а не ради того, чтобы эту вещь потребить, эта вещь сразу же и начинает выполнять функцию денег. Понимаете, к чему я клоню? Нельзя просто сказать, что деньги будут не нужны, если вся наша история противоречит этому утверждению. Нельзя сказать, что люди будут работать на благо общества просто так, ничего не желая взамен, потому что это противоречит всему, что мы знаем о нашей психике. Для таких смелых тезисов сторонникам Венеры нужно иметь хоть что-то, чем можно было бы подтвердить свои слова. Этим мог бы и стать, например, экспериментальный город, который они тоже хотят построить на деньги, заработанные от фильма. То есть, судя по всему, никогда. Даже если каким-то чудом у них получится сделать кино, то я сильно сомневаюсь, что оно окажется прибыльным. Но если они в таких деталях мечтают о далеком будущем, то почему бы и нам не помечтать о том, как это выглядело в реальности? Мне на ум приходят действительно аналогии с коммунизмом по понятным причинам. У меня в качестве ближайшей аналогии приходят на ум коммуны идеологически заряженных людей, которые и сейчас, в общем, есть, но в первую очередь это коммуны 30-х годов, которые там 20-х, 30-х, из студентов, из идеологически ангажированных очень людей, которые искренне верили в идеи социализма, коммунизма и без всяких репрессий добровольно собирались на какой-то территории и жили совместным хозяйством, каким-то общим бытом, пытались реализовать коммунизм на отдельно взятой территории. И можно почитать их дневники, их не очень мало, они доступны в публичном доступе, как они там жили, и можно получить представление о том, как быстро и необратимо и неизбежно это все сваливается в склоки, конкуренцию, войны за ресурсы, обвинения друг в друга в переиспользовании общих ресурсов, обвинения друг в друга в недостаточной работе на общее благо. Ну, вот в принципе во все то, что свалился в итоге Советский Союз в государственном масштабе. Зато хотя бы появилась возможность сказать, что это был неправильный проект Венера. А вот если бы строили правильно, то все бы получилось. И это мы еще разобрали более-менее серьезные идеи фреско. А если послушать его лекции, записанные в 70-х, то там вообще кринж, фейспалм и сбоку бантик. Спорт это поразительная вещь. Его придумали занимать время людей, которые могут начать задавать вопросы. Рок-концерты таскают молодежь по всей стране из города в город. Это пустая вещь. Танцы. Задумайтесь. Что это вообще за чушь? Это абсолютно пустое. Понимаете? Судя по всему, вообще все, что фреско считал нерациональным поведением, он объявлял продуктом злой воли. Религия, мораль, даже футбол, танцы и рок-концерты все это придумали богачи, чтобы держать народ в повиновении. Подписчик, в следующий раз, когда ты захочешь повеселиться, пойти в бар, в клуб, посмотреть сериал или поиграть с друзьями в доту, помни, ты этого на самом деле не хочешь. Это власти навязали тебе желание развлекаться. На самом деле, ты хочешь заниматься наукой и отказаться от своей квартиры для всеобщего блага. Я уже устал разбирать ошибки фреско буквально во всех темах, на которые он брался рассуждать. Просто, на всякий случай, отмечу, что религию никто не создавал. В религиоведении эту концепцию никто всерьез не рассматривает. Я специально спросил религиоведа. Она очень ограничена и не объясняет суеверия или верования современных аборигенов. Не говоря уже о зачатках религиозного мышления десятки тысяч лет назад. Когда люди были кочевниками и не имели собственности. В общем, спустя какое-то время главной задачей для меня стало не разобрать проект Венера по косточкам и не доказать, что он уже невозможен. Ну, потому что это и так очевидно. А понять, почему так много довольно неглупых людей считают идеи фреско заслуживающими внимания. Я могу только спекулировать. Я могу поддержать тебя в том, что я тоже не понимаю причин популярности этого проекта. Ну, в смысле, он абсолютно бредовый. То есть, там вообще не за что цепляться. То есть, это даже не то, что там какая-то утопическая мысль, которая просто слишком хороша, чтобы быть правдой. Она даже не хороша. Это просто чушь. С полным непониманием причин того, почему общество на сегодняшний день сформировалось таким, какое оно есть, почему психика сформировалась такой, какая она есть, с каким-то абсолютно магическим представлением о том, что это просто там какой-то, какой-то типа то ли ошибка, то ли кто-то злой пришел и навредил. Давайте мы это исправим. Ну, в общем, абсолютно инфантильная глупость. Поэтому я могу только фантазировать о том, почему кто-то может в это верить. Я не очень хорошо понимаю причины людей, верящих в подобного уровня глупости. Я могу предположить, что люди просто не очень, как обычно так бывает, не очень вдаются в подробности. Я думаю, что на уровне общего нарратива про то, что мы будем двигаться в сторону дальнейшего научного и технического развития, и жизнь будет становиться лучше, преступлений будет меньше, люди будут конфликтовать экологичнее и реже, и потребности будут удовлетворяться проще. этот нарратив он действительно ну такой является примером умеренного достаточно оптимизма, обоснованного, и он укладывается в научную картину мира. Единственная моя версия, которая выдерживает хоть какую-то критику, состоит в том, что люди не смотрят детали, ну потому что фреско слушать-то невозможно, правда, и они просто не посвящают достаточно времени тому, чтобы задаться вопросом, что непосредственно он предлагал, и как это соотносится с реальностью. Они просто слышат очень абстрактный на уровне заголовков нарратив о том, что будем развивать науку и технику и будет лучше, соглашаются с ним и поддерживают его. Ну и дальше там включаются все эти когнитивные искажения, эти стремления к подтверждению своих взглядов и там непринятие невозвратных потерь, потому что я уже сделал ставку, я уже себя с этими движениями идентифицировал, дальше либо мне придется признавать ошибку, либо отстаивать прежнюю точку зрения, ну и так далее. То есть я думаю, что можно попробовать таким образом это объяснить, но это чистой воды спекуляция, потому что искренне я, ну вот так же, как в случае с гомеопатией, там, кашпировским, с религией и так далее, я ума не приложу, как может человек, который закончил школу на честно заработанную тройку в это верить. Я в большой степени согласен с этим мнением. Если посмотреть на сторонников проекта Венера, то окажется, что часто это очень молодые люди с юношеским максимализмом и обостренным чувством справедливости. И это нормально, потому что мир действительно несправедлив. И когда в поисках решений одним махом исправить мир в лучшую сторону они попадают на лекции Жака Фреско, то оказываются поражены его мудрым мыслям. Политики коррумпированы, люди голодают, надо везде применять научный метод. И будет всем счастье. А когда вам еще рисуют картину идеального будущего, где у всех все есть и все ценят науку, то устоять практически невозможно. Люди просто складывают два и два. И если ты выступаешь за науку, значит поддерживаешь проект Венеры. Если не поддерживаешь проект Венеры, значит ты против науки. Легко запомнить. Спасает еще и то, что у Венеры нет и вряд ли будет опыт реализации на практике. Я имею в виду реальные попытки построить города будущего и сделать всех счастливыми. А вот у коммунизма опыт реализации был. Со всем известным результатом. Ни в коем случае не хочу как-то задеть коммунистов, у меня канал вообще не про политику. Но это просто объективный факт. Коммунизм пытались построить. Много раз. Не получилось ни у кого. Можно долго спорить о причинах и пытаться найти правильное решение. Но у проекта Венера нет и этого. Поэтому их идеи попросту не сталкивались жестокой реальностью. И это позволяет его сторонникам просто отрицать все проблемы, которые неизбежно возникнут при попытке создать технократический рай на земле. Почему не будет преступности? Потому что не будет. Почему люди не захотят пить алкоголь? Потому что не захотят. Почему не будет воин? Потому что не будет. Почему каждый не решит стать режиссером и не попросит себе миллион ресурсов на фильм про Бэтмена? Потому что не попросят. Кому вообще нужны эти фильмы? Но поймите меня правильно. Моя критика не значит, что я утверждаю, будто современный мир идеален или что он лучше проекта Венеры. Он не лучше. Он просто есть. А мира Венеры нет и никогда не будет. Надеяться на такое будущее это как надеяться, что придет Спайдермен и всех спасет. Не тратьте силы на борьбу с ветряными мельницами. Не мечтайте сказку сделать былью. Просто делайте то, что можете. И прямо сейчас, а не в далеком будущем. Всего хорошего.